То есть, на мой взгляд, если бы командный состав Красной Армии не сменился в 1937-1938 году даже настолько радикально, это бы не сыграло сколь-либо решающей роли в тех событиях, которые развиваются у нас в 1941-1942 году. Во многом, наверное, исходя из того, что мы видим, приходится обвинять следующий момент, который касается командирского состава. Это, скорее, не отсутствие знаний, а отсутствие инициативы. В некоторых случаях прямо есть прямые указания на то, что, допустим, доклад немецкой разведки, относящийся к началу лета 1941 года, они каким-то образом получили эти данные, наблюдали за маневрами Красной Армии буквально возле самой границы, и были, так скажем, приятно поражены то, что, допустим, дежурный офицер после объявления тревоги и начала учений в течение нескольких часов не был способен принять решение. А это его была первая и единственная обязанность, которую он должен был сделать. Отсутствие инициативы, даже в какой-то степени подавление ее, это перманентно встречается в воспоминаниях людей, которые начали войну как раз еще в июне 1941. То есть, когда начальство, не получая инструкции сверху, само оказывается буквально безоружным и не способно принять самостоятельные решения. Ну, неважно, на атаку, на наступление, вообще хоть какое-то либо решение, а в данном конкретном случае пассивное поведение, оно зачастую хуже любой из крайностей. Командный состав лишен инициативы, то самое знаменитое, помните, сталинское выражение «винтики большой государственной машины», винтики действительно решения не принимают. Это оказалось в какой-то степени ахиллесово-пита наших вооруженных сил к июню 1941 года. Противник наш, это ахиллесово-питы, во многом был решен. Немцы еще со времен Первого рейха, то есть со времен канцлера Бисмарка, они достаточно в широком спектре доверяли собственным офицерам и генералам. И позволяли им достаточно большой простор для действий. Более того, войска Третьего рейха, они как и в более ранний период, в эпоху Первой, допустим, мировой войны, в период, наверное, года до 43-го, ну, в крайнем случае, до конца 41-го, начала 42-го, не знают, что такое репрессии за неудачно принятые картические решения. Поэтому немецкие офицеры имели более развязанные руки, имели больше возможности рисковать. А зачастую риск, он, что называется, оправдывал средства. Но дело не только в комнач-составе, конечно, можно было повесить всех собак на него, однако, давайте себе представим не только Красную Армию, но и Советское общество начала 40-х годов. Вот вы здесь все сейчас сидите, люди, которые выбрали для себя высшее образование. Я сейчас не говорю конкретно, оно там гуманитарное или какое-либо другое, но один факт, высшее учебное образование, высшее учебное заведение. Для вас это, ну, по крайней мере, это стереотипическое состояние нашего общества, такое стереотипическое мнение, что это престижно, это вам позволит впоследствии сделать, ну, какую-то карьеру, вот, в перспективе, наверное, зарабатывать деньги и так далее. Высшее образование – это престижно. Ну, я думаю, это вот, кого ни спроси на улице, он скажет, вот, да, высшее образование – это вот. О натуральном содержании, то есть о реальном положении вещей сейчас не говорим. Так вот, в начале 40-х, конце 30-х годов для многих людей, выходцев из низов общества, таким высшим образованием был техникум или фабрично-заводской училищик. Как бы мы, кстати, не относились к советской власти, как бы, опять-таки, не считали, что у нас воспитывали, допустим, там, просто молчаливых исполнителей высшей воли, но, тем не менее, советской власти удалось сделать за 20-е, 30-е годы колоссальный рвок. То, что не удавалось сделать императорской России на протяжении 200 с лишним лет. Она создала систему начального образования. Да, читая воспоминания ветеранов, часто натыкаешься, что у них за плечами была, там, 5-летняя школа, 7-летняя школа. Но, извините, это не трехлетняя церковная приходская. В принципе, к 1940 году наркомат образования Советского Союза отчитался о том, что у нас проблема безграмотности решена целиком и полностью. Все, неграмотных у нас нет. Конечно, данные были завышены, но более объективные оценки даже сегодняшнего дня говорят нам следующее. Свыше 90% населения Советского Союза были грамотными. Ну, может быть, относительно грамотными, но в любом случае, каждый из этих людей мог написать письмо, прочитать его, прочитать статью в газете и произвести несложные арифметические действия. За 20 лет это рывок колоссальный. То есть, от момента, когда у нас всего 20% грамотного населения в стране, к 90% неграмотности. Есть такое знаменитое выражение. Сейчас я попытаюсь его процитировать, но не соврать. Умный в артиллерии, щеголь в ковареллерии. Так, ну вот, зарапортоваться. В общем, еще один какой-то хороший человек на флоте, а дурак в пехоте. Между тем, пехота составляет свыше 80% всего наличного состава сухопутных вооруженных сил. И это было не только в СССР. Пехота – это основная ударная сила, основная масса войск. Любой мировой армии того самого периода в какой-то степени ситуация сохраняется и такой же до сих пор. Понятное дело, в основном в пехоту набирали выходцев из сельской местности. Причем, надо помнить, что хотя у нас процесс урбанизации в 30-е годы в Советском Союзе пошел и очень активно, у нас начинает меняться знаменитая пропорция, что на 20% городского населения приходилось 80% сельского. В 30-е годы эта пропорция меняется за счет массового отъезда крестьян из колхозов, в том числе, допустим, на какие-то стройки века. В частности, Горьковский автозавод, МАШ-завод, СОКОЛ и так далее. Эти вновь открываемые предприятия требовали колоссального количества рабочих роботов. Причем, далеко не все обязательно должны были быть техническими профессионалами. Для чернорабочих работа тоже была вот столько, хотя бы на самой стройке. Даже видя перед собой эту аудиторию, я практически уверен, большая часть из вас здесь присутствующих горожане, если они горожане, горьковчане и нижегородцы, в третьем-четвертом поколении. Ваши предки, прапрабабушки и прапрадедушки, скорее всего, были выходцами из сельской местности. Покопайте собственные генеалогии, вы, скорее всего, такой момент обнаружите. Советская пехота пополняется выходцами из сельской местности. То есть уровень образования, конечно, у них повыше, чем у солдат императорской армии. Действительно, у них есть начатки знаний, но все равно знаний не хватает. И поэтому, наверное, в 1941 году у нас есть очень такая яркая тенденция. У нас в тот момент на вооружении перед войной принимается целая семья самозарядных автоматических винтов. Автоматические винтовки Симонова, самозарядные винтовки Токарев 1938 года и 1940 года. Причем их сразу начинают штамповать миллионами штук. В принципе, вполне достаточно для того, чтобы насытить все пехотные и стрелковые части Краснодара. Причем это очень серьезный рывок даже на общемировом фоне. Извините, германская армия, которая до этого завоевывает пол Европы, приходит к нам в страну, имея на вооружении не пресловутый Шмайсер, кстати, это название тоже непорректное, а немецкий карабин Курц 98К Маузер. Образца, то есть 1898 года, который слегка модернизирован, но с ним немецкий солдат прошел Первую мировую войну и пришел во Вторую войну. Ну, достаточно надежное оружие, но тоже, как и наша самая распространенная винтовка, дореволюционные, революционные 20-х годов винтовка Мосина, она же знаменит трех линейок, пятизарядное оружие, после каждого выстрела необходимо перезаряжать, перебергивая за трех линейок. Оружие, конечно, надежное, но, сами понимаете, скорострельность из него оставляет желать лучшего. Все эти картины из кинофильмов, где немцы идут в массовом порядке и поливают все вокруг из пистолетов в пулемет, не соответствуют действительности. Пистолет-пулемет в немецкой армии имеет один человек из отделения, как правило, в звании ультер-офицера. Все, все остальные это люди, вооруженные карабинами. Так вот, и Красная Армия на фоне всех мировых армий вдруг вооружается автоматическими винтовками, которые перезаряжать не надо, которые позволяют вести огонь с очень высоким темпом. Это действительно колоссальный технический рывок вперед, который показывает нам возможности военно-промышленного комплекса Советского Союза. Но что мы видим в 1941-1942 году? В массовом порядке пехотинцы Красной Армии, попадая в сложное положение, бросают эти самые СВТ и АВС, предпочитая вооружаться, если они не собираются сдаваться в плен, предпочитая вооружаться старыми добрыми трехлинейками. Это, казалось бы, парадокс. Почему? Ведь оружие более совершенное, более скорострельное, оно дает тебе больше шансов на спасение в бою. Но дело в том, что вот эти СВТ и АВС, они достаточно капризные. То есть за ними нужно следить. Поэтому даже есть фотографии, где бойцы кадровой Красной Армии носят их, обматывая затвор чистой тряпицей, там, каким-то мешочком и так далее, для того, чтобы туда не попадало пыль. Потому что небольшого загрязнения достаточно, чтобы АВС или СВТ заело. Она требует тщательного ухода, смазки. И вот нужно регулярно разбирать, собирать, смазывать, прочищать от нагара и так далее. Мосинская винтовка гораздо более неприхотлива. Она, как автомат Калашникова, бросаю ее в пыль, в грязь, потом достанешь, у кого он протри, она будет стрелять. Сами понимаете, для выходцев из крестьянской среды подобная новинка, как СВТ, была сложным в обслуживании оружием. Они с ним не ладили. То есть им не нравилось, что она клинит, им не нравилось, что ее надо постоянно чистить, и поэтому они от нее избавлялись. Прочитая, да, не требующие ухода, пусть намного менее скорострельные, но простую надежную мостку, их знания для того, чтобы ухаживать за этим оружием, вполне хватало. Зато есть многочисленные кадры хроники, где сплошняком, практически, с винтовками автоматическими бегает наша морская пехота. Причина проста. Моряк, особенно военный, человек, который прошел несколько летнюю школу подготовки, он знаком с механизмами, какую бы должность он на корабле ни занимал, от рулевого до моториста. Он знаком с механизмами, и поэтому для него уход за винтовкой не представляет чего-то из особенно сложного. И он прекрасно осознает, какой дополнительный прекрасный шанс эта автоматика даст ему бою. Поэтому у нас морская пехота активно пользуется автоматическим оружием. А наша обычная пехота предпочитает Мосиньки. Это когда войдет в массовое производство ПШ-41, то есть настолько же неприхотливый, как и Мосинька, вот наша пехота будет формировать целые роты и батальоны автоматчиков, вооруженные целиком и полностью автоматическим оружием, чего, кстати, немцы себе вплоть до самого конца войны позволить не могли. То есть технически, я все к чему клоню, технический уровень подготовки, уровень образования нашей основной массы Красной Армии, к сожалению, испогнал желать лучшего. Причем это касается не только, опять-таки, пехоты. Это касается даже технических специальностей. Есть раскладки, кануны войны, где прямо указывается. Основная масса механиков, водителей, танков Красной Армии имеет наезд в среднем от 5 до 15 часов. Что это такое? У кого из вас есть автомобильные права? Несколько вы накатали, прежде чем вас допустили до экзамена? 50. Вот, пожалуйста. То есть это длиннее, причем это в безопасных условиях, по городу, со знаками и так далее. Причем там на машинах стоят всякого рода гидроусилители руля и все прочие примочки, которые облегчают вам жизнь. И представь себе танк 30-х годов, и выпускать боевую машину в атаку, имея за рулем механика водителя, с наездом всего в 5 часов, вы понимаете, то есть у нас поэтому и большая часть потерь бронетанковых войск летом 41-го года приходится не на подбитые враговые машины, а на брошенные. В результате того, что окончилось горючее, в результате того, что совершилась поломка, а починить нечем или просто-напросто экипаж не знает как. После чего он просто бросает бесполезный танк и начинает отступать в качестве рядовой пехоты. К слову сказать, подобная ситуация, конечно, начала исправляться по мере течения войны, но у нас, например, на самом массовом нашем танке Т-34, вплоть до конца войны, переключение передач остается сугубо механическим. То есть это самый элементарный способ. Хотя советская промышленность уже вполне располагала такими мощностями, которые позволяли бы сделать переключение питания более легким, допустим, с помощью электромеханики или гидравлики. Но с учетом уровня образования наших танкистов предпочли сделать проще, так чтобы он действительно в конце концов мог бы сам разобраться в этом несложном механизме и в случае чего сам починить. В результате, особенно на первых Т-34, которые при всей своей гениальности являются очень сырыми машинами с диким количеством детских болезней, усилие на рычаге переключения передач достигает 50 кг. То есть это надо было быть еще и прилично качанным товарищем для того, чтобы там переключать передачи. Поэтому наши танкисты вспоминают, что зачастую предпочитали так. Сразу врубали вторую и так на ней ехали. Ненависимый, если мы как? По шоссе, в атаку, без атаки, все. Самая надежная вторая передача, и дальше механик просто не заморачивается. Вот. Это вот вам один фактор, который напрямую имеет отношение к человеческому. Оказалось бы, при чем здесь уровень образования, соответственно. Далее. Момент номер два, который опять-таки связывается с репрессиями. Мы действительно знаем, что какое огромное количество людей у нас было репрессировано в конце, во второй половине 30-х годов. Правда, в 40-м году, в 41-м, пошел уже обратный процесс. Там была достаточно массовая процедура. Как раз к этот момент к власти в НКВД пришел Лаврентий Павлович Берия. Начинается освобождение многих заключенных. То есть их реабилитируют. Причем во многом это относится и к военнослужащим. Так вот, казалось бы, кстати, что огромное количество советской молодежи имеет личный зуб на товарища Сталина и все, что с ним связано. Ну, потому что у них репрессированы родители, какие-то другие родственники и так далее и тому подобное. Вот. Ну, что интересно. Часто встречаешь такие упоминания, что пишет человек, да, у меня был репрессирован отец, но я считал, что это ошибка и вообще зла на советскую власть не держал. Более того, это меня заставляло задраться злее. Потому что если сейчас я вдруг, не дай бог, подниму руки и попытаюсь сдаться в плен, это будет несмываемое пятно позора на всю семью. Нет, в данном случае лучше застрелиться, но в плен никак не попадать. То есть, опять-таки, фактор того, что у нас многие люди имели вроде как повод хоть для личной мести, он не совсем состоятельный. Конечно, да. В общей сложности на стороне противника у нас в годы Великой Отечественной войны присутствовало почти один миллион граждан Советского Союза. Значительная масса из них, впрочем, не воевала в открытую со своей бывшей родиной, а, например, большинство из них составляли так называемые хиви. Это немецкое упрощенное слово, сокращение от хиль в свилиге. Буквально помощник, готовый помочь. Они, как правило, их писали, иногда не совсем добровольно, в ряды дивизий вермахта, где они выполняли подсобную работу. Шофера, плотники, шорники, то есть все, что не связано с боевой деятельностью. Конечно, они не стреляли по своим соотечественникам, но, правда, это не совсем их обеляет, поскольку каждый такой человек, тем паче добровольно, допустим, пошедший на службу немцам, освобождал одного немца для того, чтобы тот вышел в переднюю ревину и уже сам стрелял по советским бойцам. Но там еще можно вычленить некий территориальный признак, то есть значительное количество этих людей было выплачено из территорий только что присоединенных. В первую очередь Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика. Как вы знаете, к второй половине войны по национальному признаку немцы начинают формировать целые дивизии СС, состоящие, или другие более мелкие подразделения, состоящие из представителей различных национальностей Советского Союза. Причем наблюдалась еще следующая тенденция. У нас в 1941 году осталось на оккупированной территории огромное количество так называемых примаков, то есть солдат, которые в результате разгрома собственной части оказались предоставлены сами себе и предпочли избрать наиболее легкий путь, не прорываться к своим. Они просто-напросто оседали по деревням, а поскольку огромная масса мужчин была на фронте, бабы их охотно принимали. Мужик в хозяйстве пригодится. Когда Красная Армия пошла вперед, этих людей начали грести в вооруженные силы полевыми военкоматами. Причем многие из них шли уже достаточно охотно. Конечно, против советской власти многие из них имели свои собственные счета, то есть, допустим, раскулачивания, репрессии и так далее. Но знакомство более близкое с германским оккупационным режимом прекрасно показывало, что из двух зол советская, безусловно, является нынешним. Потому что Советский Союз не разводил разговор о тотальном уничтожении каких-либо национальностей, социальных групп и так далее и тому подобное. Физическом уничтожении. Поэтому те люди, которые достаточно терпимо, даже в том числе на той же самой Западной Украине, в 41-м году встречали немцев, к 43-му году нередко брались за оружие для борьбы с теми же самыми немцами. Потом приветствовали приход Красная Армия. Но, однако, вернемся в 41-й год. Еще одна причина нашего поражения, наверное, особенно самого катастрофического, в ходе приграничных сражений в конце июня, начале июля 1941 года, заключается действительно в отсутствии плана такой серьезной оборонительной войны. Конечно, тут сразу всплывает идея знаменитого Резуна Суворова, что на самом деле мы готовились наступать, мы готовились освобождать Европу от немцев. Но, если включить даже простую формальную логику, в этом случае мне очень нравится точка зрения современного историка Алексея Исаева, который пишет примерно следующее. Представьте себе любое вменяемое руководство страны необязательно Советского Союза, ну, в данном случае представим себе руководство СССР, которое вдруг начинает писать план обороны государства, рассчитывая на то, что придется оставить противнику огромную часть центральных и западных территорий, допустить врага до Москвы, Сталинграда и Кавказа, и только после этого большой кровью все истинно назад отменять. Разумеется, такого сценария никто никогда не просчитывает. А что будем отступать сразу же на десятки, а не на сотни километров, этого никто не мог себе представить. Народ-то у нас был действительно настроен весьма и весьма боевитым. Ваши ровесники, то есть ребята, которые родились уже в начале 20-х годов, которые жили столько при советской власти, не знали ни императорской России, ни Первой мировой войны, вообще были настроены оптимистично. Выборка, весьма серьезная по воспоминаниям людей, которые были в ТУ в 41-м году, 22 июня, показывает, ваши ровесники, 18-20-летние, не только юноши, но и девушки, во многих случаях начала Великой Отечественной войны воспринимались безудержным оптимизмом. Под тем лозунгом, что сейчас мы немцам тут же накостыляем за их воровое нападение, пойдем вперед и всех безусловно разомнем. Потому что вот-вот восстанет европейский пролетариат, классовое разделение общества было тогда Альфа и Омега. То есть опять-таки и лозунг в начальный период войны, что мы войнуем не против германского народа, а против только капиталистов и, соответственно, нацистов, а германский народ, наверное, ТУМИ-то за нас, эту точку зрения пришлось смывать кровью. Потому что выяснялось, что немец абсолютно не собирается соединяться с советскими пролетариями, воспринимает их как интернетши, недочеловеков и так далее и тому подобное. Есть очень замечательный фрагмент, я иногда, когда беседую с ребятами, часто его привожу в качестве примера. Просто ходить не надо далеко, он произошел у нас в городе Горьком. У нас летом 1941 года формируется целый ряд воинских частей, одна из них это 137-я стрелковая дивизия. И вот военврач этой дивизии впоследствии уже после войны пишет в своих мемуарах. Все, дивизия сформирована, она, так скажем, прошла ее какая-то часть торжественным маршем вот здесь по площади Советской, сейчас на ней площадь Минина, и отправляется на Московский вокзал, где в этот момент уже стоят под парами эшелона, которые должны вести эту дивизию на фронт. Идут вот эти солдатские коробочки вокруг, и бежит просто гигантская толпа, жены, дети, родные, близкие, друзья, то есть, говорит, везде стоят крики, плачь, и вот, говорит, я иду, рядом ко мне прижимается жена, она рыдает во все, я говорю, Муся, не плачь, ты что, мы через три недели на Ла-Манше будем, это уже начало июля, кстати, то есть немец прошел вглубь страны весьма-весьма-весьма глубоко. Мы на Ла-Манше будем, и все будет хорошо, скоро горнусь с победой. И вот потом 137-я садится в эшелоны, и вот когда первый паровоз дает гудок и потихонечку трогается, как пишет этот военврач, раздался такой вопль и стон со стороны провожающих, какого, говорит, больше никогда в жизни не слышал, такой реакции. И вот они едут на фронт, и чем ближе они приближаются к линии фронта, чем чаще попадаются разбитые полустанки, сгоревшие вагоны, воронки от бомбежек, тем меньше частушек, тем больше серьезных лид задумчивых, меньше веселых разговоров и так далее. Вот первая бомбежка. Как он вспоминает, бомбежка произошла абсолютно внезапно и закончилась так же быстро, как и началась. Просто налетели два немецких самолета и сначала раздали взрывы упавших бомб, потом уже услышали команду «Воздух». Говорит, мы начали выпрыгивать из вагонов, всыпались под откос, как горох, залегли, как нас учили. Но самолеты уже летели, все затихло. А одна из бомб попала в железнодорожные пути, там рельсы завернул бантиком, вторая уводил прямо в вагон, в котором были и люди, и лошади, там был кровавый миссер. Встаю, отряхиваюсь, вижу, рядом со мной лежит парень, так и не подымается, ну, думаю, боится, пиная его носком сапога, вставая, и петиция войны закончилась. Он не шевелится, переворачивая лицом кверху, у него вместо лица кровавая яма, мертвый. Ну и вот в этот момент этот военврач пишет, вот тут я понял, что до Ламанч нам вряд ли удастся дойти. Это действительно был очень серьезный психологический слом. Красная армия, которая до этого казалась непобедимой абсолютно, ну как же, японцев на Хасане разбили, разбили, на Холхенголе разбили, разбили, финнов разбили, разбили, западную украину с Белоруссией присоединили, присоединили, ни одного поражения, сплошные победы. И начинается просто-напросто ментальный слом, когда Красная армия превращается вдруг в победимый объект, а немец, наоборот, кажется неудержимым. Огромное количество случаев паники возникало буквально в пустом месте. Читая воспоминания ветеранов, регулярно видишь, что вроде как противник высадил в тылу воздушный десант. Каковых на самом деле-то не было. Дело в том, что после захвата острова Крит весной 1941 года, немцы Крит-то захватили, но в боях с британцами немецкие парашютисты понесли столь серьезные потери, что в течение длительного времени их использование на фронте было разрешено только с личного распоряжения фюрора. Вот их первое серьезное появление на фронте для затыкания бреши под Ленинградом, когда они блокируют немецкий пятачок, два парашюта-десантных полка туда бросают, как в качестве элитной пехоты. А так у немцев просто не было такого количества крылатой пехоты для того, чтобы постоянно и в таких количествах высаживать воздушные десанты. Как правило, за воздушный десант принимали прорвавшуюся глубоко в наш тыл немецкую передовую часть, моторизованную. Но нежелание верить в то, что немцы так глубоко прорвались в тыл, разумеется, заставляло думать, что это воздушный десант, потому что это сразу как бы оправдывало все. Вот, немец прилетел, и, ну вот, соответственно, противодействие мы ему оказать не могли, он не прорвался со скронт, он именно перелетел и выбросил парашютиста. И поэтому вот эти воздушные десанты у нас в мемуарах, в воспоминаниях и в людных изданиях ликвидируются летом 41-го года сотнями, буквально тысячами. Хотя на самом деле реальных воздушных десантов практически нет. Отсутствие инициативы и боязнь наказания переходят с командиров из комнач-состава и на рядовой состав. Когда они видят, что командир растерян, они сами начинают, соответственно, теряться. Есть, опять-таки, воспоминания людей образца 41-го года, говорят, вроде и вот он, наш батальон есть и вооружен, и оружие у нас есть, но командиры потеряли связь с начальством и не знают, что делать. В этот момент приезжают немцы с мотоцикла, биты, биты, сдавайтесь в плен. И, говорит, и батальон послушно кладет оружие, потому что находится в состоянии какой-то тотальной растерянности. Просто не нашлось. Человек, который в нужное время готов был отдать команду, то есть огонь, занять оборону и так далее, не способен оказался проявить инициативу. Такие прецеденты тоже были, дай его памяти, если ошибаюсь, в воспоминаниях генерала Горбатого, последствия командующего 3-й армией. Есть такой эпизод, когда они с группой офицеров выдвигаются к линии фронта, и в этот момент видят, как им навстречу бежит через поле, в паническом состоянии, целый стрелковый полк. Крича, что немцы прорвались, что их окружают, нужно срочно выходить из окружения. И вот он видит одного из солдат, который бежит и покрикивает, команда нужна, кто команду даст. И действительно, там из леса появляется то ли немецкая пехота, то ли мотоциклист, неважно. В конце концов, поскольку видит полный растерянность со стороны офицеров, если офицер вообще еще рядом есть, он сам бросается на землю и кричит, вон противник, ложись, огонь. То есть все, нашелся инициативный человек, которого действительно иногда очень не хватает для того, чтобы предотвратить панику в целом подразделении, то есть среди не только нескольких десятков, а иногда нескольких сотен человек. Отсутствие инициативы, кстати, потом проявляется еще очень часто, потому что наше командование, оно оказывается неспособным действительно импровизировать на месте. А между тем, немцев уже можно было на этом ловить. Многие наши команды, те, кто прошел войну, они указывали, что немцы воевали очень шаблонно. В этом, с одной стороны, была их сила, потому что у них было прекрасно, налажено взаимодействие родов, войск. То есть артиллерийский удар, авиационный удар, и все, пошли в прорыв танки, пехота и так далее. Но стоило их вот эту жесткую связку убийственную где-то нарушить, немцы сами начинали теряться, потому что привыкли воевать достаточно схематично. И казалось бы, можно было импровизировать и ломать эту самую немецкую схему, но мы тоже действуем по шаблону. Как было показано, некоторые, кстати, еще командиры, в начале 1941-го войны, в 1941-м году, они испытывают восторг от того, что некоторые кадровые части дают, скорее всего, себя истребить, нежели отойти от рамку ставок. Они видят, как дивизии атакуют развернутыми шеренгами в полный рост, штыковую идет на противника, ее выкашивают со страшной силой, но она не ломает строй, предпочитает погибнуть. То есть это, конечно, вызывает, может быть, великое уважение к мужеству и героизму этих людей, но, сами понимаете, победу таким образом не приближали. Потому что практически мы не брали в качестве ответной жертвы со стороны противника никого в ответ на сотни собственных жертв. Подобное людское расточительство после 1942-го года будет уже невозможно, потому что в 1942-м году уже станет понятно, что ситуация с, казалось бы, неисчерпанными людскими резервами СССР, она весьма плачевна. Посмотрите на фотографии 1945-го года. Кто там стоит у стен Рейхстага, кто марширует по Германии, по другим поверженным странам фашистского блока. Это либо мальчишки 17-18 лет, то есть те, кто родился уже в 1925-1926-1927 году. То есть в том числе даже есть 17-летние, которые отправляются воевать. И с другой стороны, это уже такие усатые дядьки, которым ну явно засорок. Это говорит нам только об одном. Наиболее боеспособный мужской контингент 20-30-летних к тому моменту был в значительности и тут повыпят. Они либо погибли, либо оказались в плену, либо были комиссованы по инвалидности. Да, они присутствовали в армии, но действительно к 1945-му году людские ресурсы Советского Союза находятся на пределе. К слову сказать, у нас при населении Советского Союза в 180 с лишним миллионов человек. Всего в годы Великой Отечественной войны солдатскую шинель носит свыше 30 миллионов. Из них порядка 1 миллиона женщин, все остальные мужики. То есть каждый шестой – это очень серьезная пропорция. То есть это означает, что если каждый шестой из всего населения, это означает, что каждый третий мужчина оторван от привычного занятия, от своей профессии и отправлен на фронт. Что говорить дальше еще о причинах поражения? Соответственно, Красная Армия отступает, и, соответственно, чем дальше мы отступаем, тем больше создается образ непобедимого врага. Образ немецкого пролетария уходит в прошлое, теперь действительно есть немец, захватчик. Неважно, кто он по своему социальному происхождению, но это страшный противник. Некоторые поддаются панике и начинают воспринимать немцев как нечто непобедимое, даже еще не столкнувшись с ним в открытом бою. Они просто видят отступающих раненых, они видят изможденные лица тех, кто уже побывал в схватках, и поневоле эти самые отрицательные строения передаются им. Сами понимаете, когда ты начинаешь вступать в бой, ты уже заранее боишься, ну любой, в принципе, человек боится, но тут уже страх – это нечто давлеющее. Конечно же, ты после этого будешь в большей степени не думать, как удержать, наверное, тебя рубеж, а поспешишь отступить. Тем более, например, был даже такой фактор, который стимулировал иногда отступление, это практика поуставная создания бронитых рубежей Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. У нас в тот момент, вообще, по военной науке, сначала, вот если, допустим, пехота пришла и занимает позицию, сначала копается так называемая стрелковая ячейка для стрельбы лёжа. То есть это вообще небольшой окопчик глубиной 20-30 см, то есть он вообще по нормативу, солдат должен уметь и выкопать его, ну как, в течение за нескольких десятков минут. Насыпать перед собой бруствер, сам залечь туда и быть готовым к отражению атаки. Если никаких боевых действий не происходит, автоматически, безо всякого приказа сверху, эти ячейки для стрельбы лёжа необходимо углублять, превращать их в ячейки для стрельбы с колена. Если и дальше ничего не происходит, они должны превратиться в ячейки для стрельбы стоя. И в идеале, после этого, если опять-таки ничего не происходит, и есть время и возможность, они соединяются ходом сообщений, появляется траншея. У нас, накануне Великой Отечественной войны, устав в некоторых случаях просто игнорировал создание траншеи. Наш боец считался настолько идейным и партийным подковным, что ему вполне достаточно стрелковой ячейки. Да, для того, чтобы укрыться от вражеского огня, стрелковой ячейки достаточно. Но ты не испытываешь, не чувствуешь локтевой связи с соседями. Да, он от тебя всего в 5-6 метрах. Но всё равно не всегда так вот высунуешься и поинтересуешься всё время его там пучком. Поэтому, оставаясь наедине, в одиночестве, вот этой самой стрелковой ячейки, испытывая огонь вражеской артиллерии и авиации, советский солдат иногда банально, он просто живой человек, он начинал паниковать. Соседи не отвлекаются. А может, все уже погибли или ушли? Он здесь вообще один остался. После чего он вставал и уходил догонять свою якобы ушедшую роту, которая на самом деле никуда не ушла. Только уже по мере течения войны у нас становится обязательным соединение всех этих вещей ходами сообщения и превращение системы стрелковых ячейок в систему полноценных траншеев, где есть локтевая связь, где действительно ты видишь, что твои товарищи рядом, никто никуда не ушел, и, соответственно, ты продолжаешь появляться. Для преодоления, кстати, страха перед врагом, который казался неудержимым, у нас, наверное, и совершаются в начале войны разного рода операции наступательные, которые не принесли серьезного успеха. Ну, наверное, ключевая из них – это наступление под Ельни. Это сентябрь 1941 года. Надо было срочно переламывать психологическую ситуацию в войсках. Потому что, например, мне доводилось беседу со своим покойным двоюродным дедом, который начал войну как раз в июне 1941 года в 5-й армии, будучи шофером. Он угодил в котел киевский в сентябре 1941 года. И, говорит, когда котел сомкнулся, и стало понятно, что уже не выйти, началось метание, говорит, ты знаешь, было честное ощущение, что совку крышка. Что все, войну мы проиграли, и ничего больше сделать нельзя. Сами понимаете, такие ощущения надо было срочно переламывать, иначе ситуация становилась просто катастрофической. Поэтому Ельнинский удар, то есть освобождение крохотной в масштабах Советского Союза и всего Восточного фронта территории страны была чрезвычайно психологически важной. Поэтому про нее и так трубили. И это несмотря на то, что именно как раз в эти же самые недели замыкается киевский котел, в которых немцы утверждают, что берут свыше 600 тысяч плен. И это несмотря на то, что в сентябре враг замыкает блокаду вокруг Ленинграда. Это несмотря на вообще аховое положение на Восточном фронте. Но все равно мы Ельню освободили. Это действительно был первый момент, когда противника отбросили, освободили сколь-либо серьезную территорию, несколько десятков или сотен квадратных километров. То есть такой лучик надежды на общем и беспросветном фоне. Если бы этой лучика не было, а если вы помните, 30 сентября и через пару дней, ну, в конце октября, с сентября, начале октября начинается наступление немцев на Москву, которое приведет к катастрофическому вяземскому окружению, в рамках которого немцы отчитались вообще взятие 660 тысяч советских военнопленников. Данные, наверное, несколько завершены, но действительно речь идет о сотнях тысяч солдатских судов. Если бы вот Киеву потом... Потому что, хотя, разумеется, и справду скрывали, то есть старались приукрашивать ее, но информация в худо-бедно-искаженном виде доходила, если бы сначала Киеву потом сразу вязну, может быть, советский, германский фронт обрушился бы. Просто долгое время не принято было говорить, но 14, 15, 16 октября в Москве, в столице нашей Ротице, самая настоящая паника. Государственные учреждения, предприятия, все важные государственные объекты готовятся к взрыву. На выездах из города на восток, в первую очередь, кстати, на Горьковском шоссе, там огромные пробки. То есть бежит, в первую очередь, головка, парад в том числе. Многие предприятия просто-напросто прекращают свою работу. Люди вспоминают, что Москва наполовину опустела, людей нету, то есть начинаются акты мародерства, то есть бьют витрин магазинов, тащат оттуда все, что еще только можно вытащить, что осталось там съестного и полезного. И есть ощущение, что да, столица сейчас будет оставлена. Сценарий 2012 года, что с потерей Москвы не потеряна Россия, в данном случае не работал. Москва не только в данном случае политический, психологический символ, это еще и крупнейший узел железных дорог, это еще и крупнейший промышленный центр. Это был бы страшный удар в самое сердце страны падения Москвы. В какой-то степени здесь знаковую роль сыграл Лоисий Сергеевич Сталин. При всех своих, может быть, отрицательных качествах, он великолепный психолог. Он прямо устраивает небольшое шоу. Советское правительство, ведущие наркоматы, а также иностранные посольства уже отправлены в тыл, в Куйбышев, то есть в Самару. Сталин тоже вроде как на вокзале ждет специальный поезд, он приходит, демонстративно ходит рядом с поездом, думает, курит труп, потом садится в машину и уезжает обратно в Крепо. Это, разумеется, никаким специальным средством массовой информации не распространялось, то сарафанное радио моментально разнесло эти сведения по умам, что Сталин остается в Москве, раз Сталин остается в Москве, значит, столицу будет держать до последнего. После этого начинается ситуация устаканиваться, часть беглецов возвращается, столица начинает готовиться к самому настоящему обороту. Следующий, кстати, серьезный психологический шаг, это знаменитый парад 7 ноября 1941 года на Красной Тоши. Пусть там красноармейцы шли, есть фотографии, есть кинохроника, с каким-то устаревшим оружием, там, пулемет Илью и со времен Первой мировой войны. Танки тоже ехали, не только 34-ки, но и всякого рода устаревших модификаций. Дело было не в этом, дело было в самом факте парада. И пускай даже Сталин, в данном случае, свою речь произносил дважды, один раз с трибуны, а потом, когда его специально надо было записать, он произносил ее уже в помещении. Специально для кинохроники. Самое главное было в том, что традиционный ноябрьский парад прошел. Это означает, что ситуация не так уж плоха. А к тому моменту, действительно, немцы потихонечку начинают выдыхаться. Как бы мы ни отрицали роль генерал Грязь и генерал Мороз, они все-таки сыграли свою роль. Конечно, немецким байкам иногда верить не стоит, а то у них иногда в январе 1942 года температура до минус 50 под Москвой опускается. Это температура якутская, но никак не московская. Для опровержения подобных вещей вполне достаточно посмотреть. Они опубликованы, сводки московского гиперметеоцентра, который четко фиксирует температуру в течение всей войны. В первую очередь, в московском регионе. Там зима холодная, но ничего такого мега-экстраординарного нет. Причем все лютые морозы, там по 30, они держались в кратковременный период для отметки всю зиму. К тому же наши, вы сами понимаете, отступая, все равно тоже испытывали колоссальное напряжение, тоже подвергались и этим самым морозам, и этой самой грязи. То есть хлебали, это тоже по полной программе. Ну вот начинается знаменитое контрнаступление Красной Армии под Москвой. Врага начинают гнать. Казалось бы, все шикарно. Более того, оптимизм. То есть если у нас как раз октябрь, месяц 41-го года, это падение общественных настроений практически тар-тар-аре, то действительно все, мы сейчас вами проиграем, все будет плохо, то уже к январю-февралю 42-го года оптимизм просто практически необоснованный. В том числе, кстати, и Сталин опять-таки в этом виноват, на этот раз в плохом смысле данного слова. Он призывает всех сделать 42-й год годом окончательного разгрома нацистской Германии. То есть планируется, что за 42-й год мы отыграем все, что у нас было завоевано в 41-м, так еще и войдем в Европу и дойдем в Лидерлину. В данном случае переоценка своих ресурсов и сил, и недооценка ресурсов и сил противника была абсолютно очевидна. Красная Армия попыталась наступать сразу на нескольких направлениях, и в какой-то степени это было удачно, а в какой-то нет. Причем иногда большое видится издалека, и причины неудачных наших атак, они в Москве были виднее и очевиднее. Следствием этого являлись многочисленные указы Генерального штаба, Государственного комитета обороны за подписью лично Сталина. Там ни один приказ по этому поводу есть с указанием «Запрет на лобовые атаки». Не атаковать противника лоб, потому что существует лавина примеров, когда это не приходит уносить никаких позитивных результатов, и это приводит только к большим потерям. Но для того, чтобы мало отдать приказ, надо сделать так, чтобы мы умели следовать. Может быть, командир, которого назначили в результате выбытия высшестоящего начальника, и вот он лейтенант, и он уже командует батальоном, хотя это майорская должность. Он может быть рад бы выполнить этот сталинский приказ, но у него жесткий линит, потому что ему стоит приказ взять деревню Чернушки к такому-то числу. Все, у него остается распоряжение всего несколько часов. А для того, чтобы совершить нормальный обходной маневр, это значит, что необходимо выслать разведку, потому что иногда карта может запросто отличаться от реальной особенности, от того, что на самом деле существует. Выслать разведку, найти уязвимые места противника, совершить обходной маневр иногда длиной в нескольких километрах, только после этого атаковать. А ему тут уже угрожают, что если он деревню Чернушки не возьмет в 3 часа ночи, соответственно, его расстреляют. Разумеется, он в данном случае пойдет по пути наименьшего сопротивления, снова наплевать сам, даже лично поднимет своих бойцов в атаку, и они пойдут опять в лоб. Таких атак было превеликое множество. Они стоили нам большой крови. И сколько бы, кстати, в последствии у нас маститы и ученые военные историки не говорили о том, что такого рода атаки сковывали сил противника, что после этого наоборот немцы не имели возможности маневрировать резервами, как правило, это ни к чему хорошему не проводило. Доводилось даже, видите, следующее вспоминание немецкого уже солдата. То есть они там сидели в теплом дзоте, у них там печка была, у них пулемет всталил. Они сидели у печки, грелись, как только из-под холма, где были наши позиции, раздавалось опять очередной Урал, он говорил другу, ну пойдем пострелять. То есть вот настолько восприятие, что да, они сейчас просто положат очередных атакующих в снег, наиболее летивые погибнут, остальные просто эвакуируют раненых, отползут на исходное. И так могло, видимо, повторяться не один раз. Утверждаю даже, что некоторые немецкие пулеметчики, у них крыша ехала от того, сколько людей они там замолачивали, замолачивали за ним. Неумение наступать привело к тому, что у нас последняя фаза москового сражения за Москву, она превратилась в кровавое мусование. То есть когда уже и ресурсы были потрачены, которые накопили к началу обвинения наступления под Москвой. Действительно, и части понесли потери. То есть уже не было тех возможностей, не было той ударной пробивной силы, которая была в декабре, в начале января. Продолжали атаковать по инерции и с соответствующим отрицательным эффектом. То есть более слабыми силами выполнены те же самые задачи, которые были поставлены, не выполнены более серьезными ресурсами. Но, как вы понимаете, это нереально. Правда, немцы, конечно, тоже, они люди интересные, они катастрофически не любят говорить о собственных потерях. Да, в ходе контрнаступления под Москвой эти потери тоже были весьма-весьма серьезными. Правда, не только убитыми раненными, в основном в значительной степени обмороженными. Недаром же немецкие солдаты, которые получили, те, кто выжил на Восточном фронте зимой 1941-1942 года, они получили как раз специально для них сделанную медаль. Ветерану боевых действий на Восточном фронте 1941-1942 года. Они ее называли «замороженное мясо». Потому что количество потерь в мороженых было действительно тоже очень и очень существенное. Таким образом, к апрелю 1942 года, официальная дата окончания битвы в Москву 20 апреля, все, в этот день были отданы приказы, которые останавливали последние, так скажем, атаки на немецкие позиции. То есть необходимо было перегруппировать войска, пополнить их и так далее и тому подобное. Видимо, действительно, в тот момент настоящих ресурсов для того, чтобы нанести по немцам страшный удар, не было. И в данном случае мы уже говорим о ресурсах, скорее, не психологических, а именно материальных. Психология уже изменила. Все, худо-бедно, но немцев отогнали на 150-300 километров от Москвы, нанесли им серьезное поражение под Тихвином, под Харьковом, под Ростовом, высадились в Крыму на Керченском полуострове. То есть, да, действительно, это был серьезный, чрезвычайный успех. Враг непобедимый превратился в врага страшного, но победимого, которого все-таки можно доконать. К тому же, знаете ли, поводы появились. Красная армия, хотя она освобождала, может быть, не очень большие территории, но они тыкались на следы вот этого самого оккупационного режима. Там действительно кровь слила в живых. Они видели там убитых военнопленных, повешенные гражданских лиц, разрушенные там города и села, и желание личной мести к противнику, оно стимулировало лучше, чем любые другие стимулы. Но есть архивные документы, с которыми мне лично пришлось знакомиться. Например, они касаются 39-й армии, которые были обращены в бой как раз в ходе контрнаступления под Москвой. Состояние армии, причем, которая атакует на одном из решающих направлений просто аховое. То есть, там есть такие парад пассажа. То есть, пришли артиллерийские орудия, но к ним нет прицелов. То есть, стреляя как молоко, как белый свет. Пришли лошади под артиллерийские орудия, но нет упряжей. Часть бойцов не получила валенки. И там прямо черно-побелом написано. Они вынуждены воевать в лаптях, связанных из теплых портян. Это зимой. И при этом армия наступает. У нас действительно в тот момент еще недостаток много чего. Самые последствия захватом противника гигантского количества промышленных мощностей. Кстати, самая успешная стратегическая операция Советского Союза 41-го года, она опять была не на фронте. Это была глобальная эвакуация промышленности на восток. Вот, кстати, тоже своего рода открытый дискуссионный вопрос. Вы знаете, развернуть и провернуть операцию такого масштаба, сыпровизировав нельзя. То есть, ее надо готовить заранее. То есть, вы считаете, сколько эшелонов понадобится под каждый завод, под каждую фабрику, через какие станции они пойдут, где взять паровозы, где их высадить, соответственно, где есть мощности, к которым можно подключить и прочее, прочее, прочее. Вот это была самая успешная операция, потому что львиную долю этих мощностей мы эвакуировали. У нас только в город Горький и Горьковский область приехало свыше 30 новых предприятий. Некоторые из них так здесь и остались. Пожалуйста, завод Гидромаш. Он московский вообще на самом деле. В 41-м году эвакуировали город Горький и так здесь и осталось. Так вот. Но вся эта эвакуированная промышленность в начале 42-го года еще только выходит на какие-то плановые мощности. Некоторые заводы еще даже и не работают, просто потому что либо на колесах, либо еще только выгружаются с эшелона. Поэтому, конечно же, пополнение войск необходимым количеством боеприпасов и техники оставляет желать лучшего. К слову сказать, знаменитые 34-ки. В тот момент вообще производителями этих танков остается только два завода в стране. Это Сталинградский тракторный СТЗ и вот Сормово красный. Завод так называемый 112. Причем, если сталинградцы, они более-менее имели опыт в выпуске бронетехники, хотя он тоже официально тракторный завод, но они хотя бы до этого занимались гусеничными машинами. То есть не совсем уж такое новое для них дело. То Сормовичи, которые до этого занимались подводными лодками и паровозами, для них задача начать изготовление танков, причем сразу средних, по весам почти 30 тонн, был, конечно же, очень серьезным испытанием на прошлое. Производство наладили. И самым главным поставщиком из танков Т-34 под Москву зимой 1941-1942 года был именно Сормов. Но качество танков было такое, что их на фонте так называли Сормовские ублюдки. Они ломались. Постоянно что-то выходило из строя, и боевая их ценность была не очень велика. Только уже ко второй половине 1942 года качество танков начало увеличиваться, потому что рабочие предприятия на работе не оходили опыту. 1942 год он в плане неудачных операций Красной Армии стоит немножко особняком от первого, потому что причины несколько разные. Дело вот в чем. Как можно видеть из многих воспоминаний, в 1941 году громадное количество военнослужащих еще было готово оправдывать наши неудачи фактором внезапности. То есть немец напал внезапно, мы были не готовы, мы не успели приготовиться, но сейчас к 1941 году мы конечно же приготовились, все в стране переводится на военные рельсы, и сейчас такого повториться не должно. Поэтому вдвойне болезненно воспринимались немецкие успехи. Например, критический момент, поражение под Харьком, это мая 1942 года, окружение войск Юго-Западного фронта, то есть по немецким данным 270 тысяч пленных. Гибель фактически Крымского фронта, который немцы в ходе операции охотно-дома сбрасывают в Керченский пролив. Гибель 2-й ударной армии к лету 1942 года тоже в кольце, которое замкнули немцы. И так можно продолжать, это потом еще гибель 39-й армии, гибель 33-й армии, гибель 29-й армии еще в начале, и прочее, и прочее, и прочее. Основная масса этих войск погибает в котлах, причем в которые сама же и залезла. То есть мы прем вперед, зачастую не оглядываясь на фланги. Возможно, это был как раз попытка копировать немцев. Они в 41-м году поступали точно таким же образом. Механизированные части вермахта перли вперед, не обращая внимания на фланги. И зачастую имели в этом отношении успех. То есть советская военная машина не успевала адекватно реагировать. И хотя имела шансы, допустим, отрезать эти немецкие клинии, и дальше называется, ребята, поживите, посмотрите, каково живется в окружении. Но немцы в 41-м году владеют стратегической инициативой. это как в шахматах. То есть когда кто-то навязывает противнику свою волю. То есть кто-то перехватывает инициативу, в результате если ты инициативу утратил, ты не можешь провернуть свой план. Ты вынужден просто-напросто реагировать на каждый последующий ход противника. И свой план трещит по шлам, потому что тебе необходимо ставить защиту, то есть реагировать именно то есть он, наверное, навязал тебе свою волю. Вот с Красной Армией было примерно то же самое. К 42-му году вроде как ситуация переломилась. И мы попытались сделать то же самое, но неудачно. Подвижных больших механизированных соединений у Красной Армии в тот момент еще нет. Механизированные корпуса будут формироваться только уже к лету 1942 года и их ударная мощь будет не очень большой. В принципе советские механизированные танковые корпусы эквивалентны немецкой танковой дивизии по своим боевым возможностям. Так что если смотреть на карту и смотреть, допустим, дивизия баш на баш, то есть немецкая дивизия против советской и так далее, это не совсем правомерно. Вплоть до самого конца войны немецкие дивизии даже по штату более многочисленные чем советские. У нас советские дивизии, например, образца 1942 года у них штат 9 тысяч человек. Немецкий штат пехотной дивизии из 16 тысяч человек. Поэтому приходится так соотносить, что в принципе советский танковый механизированный корпус равен немецкой танковой дивизии, советская армия в принципе равна немецкому корпусу. И советский фронт равен немецкой группе армий. Или даже одной немецкой армии. Поэтому у нас, как правило, фронтов-то много, а у немцев примерно эквивалентное количество армий. Обычных или танковых или каких-то или еще. Я не буду сейчас действительно расходиться по всему Восточному фронту. Давайте остановлюсь на конкретно Жевско-Вяземском выступе. Очень кровопролитное место. Тем более, когда мы обсуждали вопрос с тем, какую тему нам необходима выбрать для обсуждения на сегодняшнее занятие, там я посмотрел, много было плюсиков как раз напротив слова «Ржев». Вокруг Ржева и Вязьма развернулись настолько кровопролитные события, потому что по кратчайшему расстоянию до Москвы остается всего 150 километров. В принципе, для серьезного рывка бронетанковых войск это не очень много, это вопрос нескольких дней. В некоторых трудах приходится сталкиваться с такой аллегорией, что Ржевско-Вяземский выступ это пистолет, направленный в сердце Москвы. Нет ничего удивительного, что при таком, видимо, в большей степени психологическом, чем стратегическом раскладе Красная Армия изо всех сил пытается немцев с этого выступа убрать, а немцы изо всех сил пытаются его удержать. Причем как бы периодически стороны меняются ролями. Одни атакуют, другие обороняются. Вплоть до 20 апреля идет первая Ржевско-Вяземская наступательная операция, в ходе которой фронт, если вы посмотрите на карту, приобретает столь причудливую форму. Вот такие зигзаги сплошняком идут. То немецкий выступ в советской обороне, то советский выступ в немецкой обороне. После чего все затихло до лета 1942 года, примерно до ию, вернее как, немцы начинают, там ведь сложилась не просто вот такая жуткая идея через полосица, там еще в глубине Ржевско-Вяземского выступа обосновались советские части, которые прорвались в его глубину, но были отрезаны от своих и начали свое автономное существование, которое облегчалось тем фактором, что в лесах под Вязем они обнаружили большое количество боеприпасов и вооружений, брошенных в октябре 1941 года. То есть начиная от винтовок и пулеметов и заканчивая корпусными гаубицами, причем с боеприпасами. И они начали активно этим пользоваться. Там был три главных фигуранта, 1-й Бвардейский Кавалерийский корпус, 4-й Воздушно-десантный корпус и, соответственно, 33-я армия генерала Ефремова. Ну, десантники, они целенаправленно бросались в тву противника, то есть они же знали на что шли, они специально обученные люди в этом отношении. А вот 33-я армия 1-й Бвардейский корпус, они действительно были отрезаны от своих и действовали автономно, не по своей воле, что называется. В апреле уже немцы взялись за них серьезно, потому что самое главное, они сидят практически рядом с немецкими стратегическими артериями. В первую очередь это шоссе Минс-Мосфа-Смоленск, железная дорога, проходящая в тех же самых регионах, через которую идет снабжение львиной доли всех частей группы армия. В общей сложности немцы для проведения целого ряда операций по ликвидации советских войск в собственном тылу будут привлекать, дай бог памяти, 23 пехотных и прочих дивизий, в том числе и танковые. К слову сказать, всего в группе армии центра 77 дивизий. То есть фактически треть войск была отвлечена от непосредственно советско-терманского фронта и отправлена в тыл для ликвидации вот этих очаговских протяжений. Кому-то повезло, кому-то нет. Допустим, трагичнее всего сложилась судьба армии генерала Ефремова. Оставшись практически без помощи и имея много раненых, к тому моменту армия сократилась до 12 тысяч человек. То есть это размер одной полноценной стрелковой дивизии. Они попытались, у них не было возможности сделать рейд по тыла противника и выйти к своим на каком-либо ином участке. Они просто наперли на пролон, шансов нет других не было. И на этом их немцы поймали. Сам генерал Ефремов в процессе выхода из окружения застрелился. Кстати, немцами был похоронен со всеми воинскими почтями. 33-я армия погибла, по факту. Вернее, какая-то ее часть, оставшаяся вне котла, она позволила потом сформировать другую армию с очень таким же номером. конникам генералом генералом Беловой действительно повезло больше. Они обладали большей мобильностью, поэтому они пошли не по прямому пути, а сделали серьезный рейд по тылам, вышли к линии фронта на достаточно удаленном участке, поэтому их прорыв оказался удачей. 39-я армия. Вот что они можно сказать, делал в свое время специальное исследование, вот любопытный метод. Я вам говорил, что 39-я армия пошла в наступление зимой 41-42-го годов, испытывая катастрофическую нужду буквально во всем заканчивая зимнюю бурьбу. Между тем, уже в январе-феврале она там конкретно попала под раздачу, то есть опять-таки оказалась в полуокружении, но при этом ярость драки была неимоверной. Как докладывает прямо командование армии из полуокружения, несмотря на то, что авиация противника полностью господствует в воздухе, гоняясь днем даже за отдельными людьми. То есть идет один человек, посыльный, все равно немец спектирует и будет его преследовать. Все наши ночные успехи немцы, немецкая авиация днем нивелирует полностью. Но нет ни одного патрона к противотанковым ружьям, ни одного снаряда к 45-мм противотанковым пушкам, к минометам и там 76-мм дивизионным орудиям осталось по 5-10 снарядов на ствол. Снабжение армии идет воздухом, то есть сами понимаете, это очень мало. Эвакуация раненых затруднена, это в условиях зимы. При этом внизу стоит комментарий, населенные пункты оставляются только после гибели всех защитников, случаев самовольных отходов нет. это в документе, который в принципе не должен был приукрашивать ситуацию и показывать, что бойцы армии особенно героические и не отступают. Нет, он просто рисовал действительность такую, какая она есть. Армия дерется настрадь. Это вот можно считать, что это следствие психологического подъема, полученного в результате какого-то преступления под Москвой. Пошли, немцев отбросили, враг стал победимым, вот мы деремся. Причем, вот достаточно характерный момент, бойцы находясь в полуокружении не помышляют о прорыве из него. Они продолжают драться на тех позициях, которые занимают. Часть или войсское соединение, которое потеряло управление и, так скажем, действительно собирается отступать, как правило, не дерется насмерть за позиции в окружении. Они начинают стягиваться к тому месту, где планируется прорыв и соединение со своими. 39-я армия об этом не помышляет. Большую часть территории, которую она занимает в январе-феврале 42-го года, ей удается к лету удержать. Но вот летом совершенно противоположная ситуация. Немцы начинают так называемую операцию ЗЭДИС по ликвидации как раз вот этой самой 39-й армии и 11-й корпус, которые сидят у них в полуокружении в тылу. И в июле подрубающими ударами под основание этого гигантского выступа они его отрезают. Армия потеряла управление в течение нескольких дней. Начинается хаотичное отступление, прорыт с большими потерями и так далее. Немцы потом через 2-3 недели докладывают о том, что взято в плен свыше 40 тысяч русских пленок. 39-й армия по факту перестала существовать. Ее потом будут восстанавливать на базе армии с другим номером, просто чтобы не попадало. Почему? Фактически одни и те же военнослужащие зимой дерутся с неимоверной яростью, стоят насмерть, летом быстро теряют способность к сопротивлению, сдаются в плен, прорываются к своим, как будто подменили. Могу предположить следующее. Уже произвел свое негативное впечатление именно сам фактор, что немцы начинают второе большое летнее наступление. После поражения под Харьком, как вы знаете, начинается операция Блау, которая позволяет немцам выхватить свои танки сначала к Сталинграду, а потом и к предгоре Кавказа. Большое наступление на юге. Немцам уже не хватает ресурсов для того, чтобы наступать Восточного фронта. Но для серьезного удара в стратегическом направлении у них ресурсы есть. И в данном случае уже в психологическом поле нельзя оправдать глобальное отступление советских войск причиной внезапности нападения. Все, нет внезапности, мы уже год как воюем. То есть, действительно, лето, особенно вот июль, наверное, август 42-го года, это еще одна такая очень серьезная просаживание боевого духа не только в рядах вооруженных сил но и во всей стране. Прямым следствием, прямой реакцией на подобную ситуацию остается знаменитый приказ 227, который в просторечии звучит как ни шагу назад, который запрещает категорический отход без приказа слегка. Который фонирует действительно те самые знаменитые заградотряды, штрафные роты и батальон. Но это вообще притчевый язык, особенно после выхода на экран сериал штрафбат, который приятность не имеет никакого отношения. Кстати, надо сказать, что штрафные подразделения впервые придумали не мы. То есть у немцев они в армии существуют еще как раз с зимы 41-42-го года. Причем участь немецкого штрафника гораздо страшнее советского. Потому что советский штрафник, как правило, если он не искупил вину кровью, все равно проторчав в штрафном подразделении 2-3 месяца, он автоматически считался искупившим свою вину, даже если ни разу не царапины не получил. Все, свою вину искупил, получил обратно воинское звание, награды, если таковые имелся, возвращаются в свою собственную родную часть. Немецкий штрафник таких шансов не имел вовсе. То есть если он попадал в штрафную часть, то уже мы всегда. Из-за градоотрядов, кстати, знаете, сколько досновидел документов, в принципе, вот знаменитых эпизодов, где бы там отступающие красноармейцы расстреливались, кровавые гибнё из пулеметов, не находил. Наоборот, очень часто видно, что, во-первых, заградотряды формируются не из частей НКВД, а из лучших военнослужащих, тех же самых обычных стрелковых частей. Это было такое распоряжение, из наиболее стойких бойцов сфоровать заградительные отряды. И часто они используются не в качестве заградотряда, а в качестве обычных стрелковых частей, когда надо затыкать прорехи в баровне. И заградотрядовцы точно так же сражаются, держатся, гибнут, атакуют или обороняются. Причем ведут себя достаточно достойно. В основном они занимались тем же, их, так скажем, заградительная функция заключалась не в том, чтобы сидеть с пулеметами за спиной. Да, они иногда стояли в ближнем тулу, а они в основном занимались отловом людей, которые шляются симой афамой или, допустим, ищут свои счастья. Есть статис, где прямо показано, сколько народу задержанных в ближнем тулу, сколько людей просто-напросто действительно восприняты как отставшими от своих частей и направлены свои части. Но, как правило, это почти 90% тех, кого поймали. И только в отношении 10-15% начинается какая-то процедура, которых воспринимают как дезертиров или фашистских шпионов и так далее. То есть, психологически мы просели к лету 1942 года очень здорово. Поэтому, опять-таки, если на юге у нас атаки не получались, там-то восходство немцев было подавляющим, то мы попытались реализовать какой-то шанс в центре. И как раз прямым следствием этого шанса является первая Ржевско-Сычевская наступательная операция, которая началась 30 июля. Наступление на Ржев, попытка не срезать, но в значительной степени уменьшить размеры этого Ржевско-Вяземского выступа. Сражение очень кровопролитное, кстати, до сих пор ждет своего исследователя, потому что там был в одном из эпизодов в районе Сычевка-Карманово, там схватились между собой сразу несколько сотен танков, советских и немецких. То есть масштабы сопоставимы едва ли не с знаменитым Прохорским сражением. Потому что впервые в бой пошли советские танковые корпуса нового формирования, и немцы туда успели подтащить несколько танковых дивизий, по-моему, первую и двадцатую, если могу ошибаться. Советские части выходят к северным и восточным окраинам Ржева. Вот тут начинается то самое, что называется Ржевская мясорубка. Город чисто психологически, видимо, необходимо отчитаться и взять, но немцы держат его буквально на смерть. Самой главной точкой, вокруг которой вяжутся буквально все эти ржевские эпизоды, становится так называемая высота 200, район деревень Полуниной, Галахова, это северная Ржева. Гвардейская стрелковая дивизия, атаковавшая эту высоту в августе месяце в общей сложности уложила под ее склонах порядка 10 тысяч человек. Это всего лишь одна высота. Правда, потеря немецкой 6-й пехотной дивизии, которая держала эту высоту, немцы умалчивают, но, видимо, там тоже речь идет о тысячах жизней. Так вот, месяц кровопролитнейшей мясорубки за эту самую высоту закончился просто, когда обескровленная дивизия была снята с позиции, изменена другая, а там просто командир решил проверить, не пересохли в результате жаркого лета болотос на фланге. Я выяснил, что пересохло. В результате высота была взята за один день путем флангового удара. Бой был кровопролитный, жаркий, но он был один и он закончился успехом. Дальше начинается вот эта многомесячная драка за Ржев. Наши захватили целый ряд кварталов города, вернее, того, что от них осталось, но дальше продвинуться не смогли. Только немцы на юге уперлись в Сталинград, мы уперлись в Ржев. Причем официально считается, что вот эта Ржевско-Сычевская наступательная операция заканчивается к концу сентября. На самом деле ветераны, те, кто воевал под Ржевом, говорят, что боевые действия, сопоставимые по своей ярости с предыдущими боями, продолжались и в октябре, и в ноябре, и вплоть до того момента, пока Ржев наконец не был оставлен немецкими войсками. То есть, да, это своего рода тоже ельня 1942 года, только растянутая во времени. В результате наступления были освобождены целый ряд исследовательных пунктов, допустим, города Погорелые и Городища Изубцов, но задача максимума, поставленная перед войсками Западного и Калининского фронта, выполнена не была. Выступ удалось немножечко снять, но не более того. И поэтому советская команда не останавливается на достигнутом и начинает готовиться тут же вторая Жевско-Сычевская наступательная операция, которая на все раз предусматривает удары с нескольких направлений. В данном случае можно сказать, что была попытка реализовать тот принцип, который был в свое время прекрасно реализован знаменитым русским генералом Брусиловым. Знаменитый брусиловский прорыв 1916 года, главная фишка которого заключается в том, что он ведется сразу в местных точках, в результате противник никак не может определить, где направление главного удара и поэтому не может сманеврировать резервами. А когда наконец место главного удара вычленяется, то уже поздно, потому что оборона прорвана на всю жизнь. Таким образом, в 16-м году советские войска сугубо-тактически сумели преодолеть позиционный кризис Первой мировой войны. Реализовать эту идею в 42-м году под Аршем уже не получилось. В значительной степени за счет того, что армия противопорствующие стали гораздо более моторизованными и мобильными. Немцы были фанаты создания так называемых боевых групп. То есть, когда в необходимое место перебрасывалось не конкретно полк какой-то или конкретная дивизия, а формировалась боевая группа из тех частей, которые необходимы. Допустим, мотострелковый полк, ему продается рота штурмовых орудий, гаубичный дивизион, мотоциклетная рота, в общем, все, что необходимо. Вот. Назначается командир, боевой группе присваивается фамилия этого командира и боевая группа, она, соответственно, выдвигается в ту точку, где она нужна более всего. Так вот, в 1942 году немцы созданием таких мобильных групп и маневрированием резервами парировали практически все советские удары, которые наносились по стенкам Жевско-Вязьмского выступа. Брусиловская тактика с ростом моторизации уже не работала, к сожалению. Необходимо было придумывать нечто более радикальное. Тем более, сама местность вокруг Жевы и Вязьмы для наступления не очень подходящая в том плане, что там нет, как на юге, обширной степи, которые являются идеальным поливодом для действия больших механизированных соединений, когда действительно можно катить через степь сотни танков, бронемашин, грузовиков и так далее. Это Смоленщина, Тверская область, это леса, болота, враги, ручьи, крайне пресеченная местность, где пространство для драки не такое уж обширное. Поэтому, как правило, там вся драка за дороги, особенно в зимний период времени, потому что лес зачастую зимой просто-напросто не проходим. Не для боевой техники и для пехотинцев, которые просто-напросто проваливаются по грудцу эти самые сугробы. Вторая Жевско-Сычевская наступательная операция получила кодовое название Марс и долгое время была закрытой для исследователя. Первым, кто, так скажем, приоткрыл над ней завесу тайны, это был американский исследователь Дэвид Гланс, которого после перестройки пустили в наши военные архивы. Он издал капитальный такой талмуд, крупнейшее поражение маршала Жукова. Потому что, действительно, Дэвид Константинович у нас курировал наступление. До сих пор, кстати, вопрос остается чрезвычайно дискуссионным по поводу того, что стало причиной нашего поражения в этом самом наступлении. Гланс упирает на то, что вообще, ну, так скажем, это просто неудачное командование, а вообще для Марса, если бы он был, закончился для нас успешно, это вообще была операция даже более грандиозная, чем операция Уран, которая привела к формированию немецкого котла по Сталинграду. Там можно долго играться с цифрами, есть аргументы, есть контраргументы, но действительно, операция была достаточно масштабной, привлекалась несколько механизированных танковых корпусов, несколько армий Калининского и Западного фронтов, но практически ни один из ударов, который, начиная с 25 ноября, Западные и Калининские фронты начинают носить по противнику, не оказался успешным, немцы парируют их. В некоторых случаях они отрезают прорвавшиеся в глубину обороны советской части. В некоторых случаях просто выставляют железную оборону, которая разбивает советское наступление. Были разные примеры. Часть советских следователей вообще склонна обвинять в этом вообще советскую разведку, которая вела с немцами грандиозную радиоигру с помощью агента Макса, Энгейна. Это был офицер советской контрразведки, который выдавал себя за заслугу шпиона, периодически сливал немцам информацию в перемешку дизу, которая была нам нужна и, соответственно, иногда закрашивая это правдивными сведениями для того, чтобы немцы продолжали уметь. Вроде как, благодаря этой грандиозной радиоигре под Стейнградом был достигнут великолепный успех, потому что немцы не ожидают там серьезного удара. А вот наступление в ходе Макса захлебнулось именно потому, что эту информацию немцам слили. То есть, войска Западного и Калининского фронтов были сознательно принесены в жертву для того, чтобы немцы оттащили, не имели возможности снять резервы из центра на юг, а продолжали держать их как раз в районе Оржево-Вязьма. К слову сказать, для ликвидации прорыва советских войск в виде двух корпусов на западной стенке прорыва, на западной стенке Оржево-Вязьмского войск, немцы стащили части четырех танковых дивизий, первой, 12-ю, 19-ю, 20-ю. Пусть они все были не первой сверстей, но четыре панцер-дивизии, четыре панцер-дивизии. Для сравнения, для того, чтобы деблокировать Паулюса, операция «Зимняя гроза», прорыв Манштейна, попытка деблокировки Паулюса в декабре того же самого 42-го года, они для этой операции сумели скрыстить две панцер-дивизии, а тут четыре. То есть восприятие немцами угрозы на западном фронте было гораздо более серьезным, нежели, чем, видимо, восприятие на первоначальном этапе угрозы под Сталинградом. Так или иначе, Марс действительно захлебнулся в крови. Ни одна из советских атак не закончилась прям с какой-либо серьезным успехом. Неизвестно, продолжалась ли бы подготовка к новым наступательным операциям, но катастрофа под Сталинградом, вообще откатывание назад всего Советско-Германского фронта привело к тому, что немцы сами пытаются сократить фронт. У них нет цифровических резервов, им необходимо отводить войска, и если оставить Ржевско-Вяземский выступ, то сразу освободить линия фронта будет короче, и, соответственно, освободившиеся дивизии можно будет пополнить личным составом и перебросить на угрожаемые участки. И действительно, в марте 1943 года немцы проводят операцию Бюффель, Буйвол. Очень грамотно проводят, к сожалению, есть чему в данном случае у них получиться. Сразу было создано несколько промежуточных рубежей, на которые немецкие части последовательно отходили. Наши войска вроде как кинулись в преследование, но немцы оставляли за собой, во-первых, высшую землю, во-вторых, эти промежуточные рубежи были хорошо укреплены, и, как правило, когда советские части в них упирались, попытка взять сходу заканчивалась большой кровью. К тому же, гигантское количество заминированных территорий, то есть, просто мин ловушек, мин сюрпризов, привело к тому, что, да, немцы, наконец, оставили, но по собственному желанию уже в сквозьмский выступ войска Западного и Калининского фронта этот выступ ликвидировали. То есть, вышли на подступы к Смоленску, где уперлись уже в основную линию и вплоть до сентября 43-го года уже проломить ее не смогли. Тут потом уже была осуществлена операция Сувора по освобождению данной территории. Но только в ходе преследования потери советских войск составили порядка 140 тысяч человек. Правда, я вам сразу могу что сказать. Дело в том, что у нас часто любят оперировать термином безвозвратные потери. Вот 140 тысяч человек, смотрите, и у нас, у непосвященных людей сразу первая мысль, безвозвратные потери, это, наверное, все убитые. На самом деле безвозвратные потери в военной терминологии это просто все солдаты, покинувшие часть, условно говоря. То есть сюда входят убитые, раненые, попавшие в плен, пропавшие в безвести. Даже в некоторых случаях допустим, человек, убывший на курсы младших лейтенантов, то есть живой, здоровый, уехавший в тыл, все равно записывается в графу безвозвратных потерь. Потому что все, он с состава части выбыл, больше на него рассчитывать нельзя. Все, на его место нужен какой-то другой человек. И, соответственно, 140 тысяч это суммарные потери как раз. То есть большая часть из которых составляют раненые. У нас зачастую, кстати, допустим, в отношении битвы за Берлин вот такие пропорции приводятся. Дай бог памяти, там чуть-то не 300 тысяч безвозвратных потерь Красной Армии, всего 300 тысяч убитых. Неправда, по убитых за битву за Берлин около 70 тысяч. Конечно, тоже цифра гигантская, но уж мы поперируем статистикой, и поэтому мы люди достаточно циничные. 70 тысяч убитых и 300 тысяч убитых. Ощущите две большие разницы. Стратегические, психологические, тактические ошибки советского командования, которые более-менее в той или иной степени были нивелированы к 43-му году, в конце концов, уже вот, начиная с 43-го, 44-го года, позволяют проводить наступательные операции, которые проламывают немецкую оборону. И уже немцы не находят способов эффективного противодействия для того, чтобы парировать град советских ударов. Можно, конечно, рассказывать о, допустим, перечне наступательных операций советских войск, но я хочу сейчас переместиться, наоборот, на самый мелкий уровень, на уровень мелких стрелковых подразделений, отделений и плодов. Дело в том, что к 43-му году была нащупана, что называется, тактика по прорыву немецкой обороны, то есть, если обороняется просто немецкая пехота, атакует просто советская пехота. Самое сильное средство, на которое опирается, как правило, немецкое отделение взвода, это пулемет. Проклятие советской пехоты сначала МГ-34, потом МГ-42 со скорострельностью свыше 1200 выстрелов в минуту, которое зачастую оставляло колоссальные бреши в советских атакующих цепях. Но остальные немецкие солдаты, напоминаю, вооружены винтовками, то есть, их плотность огня достаточно невысока. И у нас к 43-му году выработали технологию, которая широко была распространена в войсках, когда просто, если советская пехота натыкалась в ходе атаки на немецкую оборудованную позицию, там работал пулемет, всеми способами просто-напросто затыкали этот пулемет и технологии уже были выработаны. Как только пулемет ликвидировался, немецкая оборона теряла свою устойчивость, как правило, пехота немецкая в данном случае не предпочитала дальше наскорбь удерживать занимаемый рубеж, она начинала отходить. То есть, выбивание пулемета приводило просто-напросто к обрушению крошечного участка немецкой обороны и, соответственно, к нашему успеху. Немцы сумеют выработать новую методику обороны только к 45-му году, но там им уже ничего не поможет, когда у них на замену винтовкам пойдет так называемый штурм ГВР-44 автомат, но немцы уже не успеют наштамповать его в таких количествах, чтобы массово вооружить все сражающиеся на фронте части. Теперь, в принципе, немецкому пехотному отделению да, пулемет был не нужен, потому что пехотинцы обычно с помощью своих автоматов давали достаточно большую плотность огня, их надо было ликвидировать уже всех. Но это был уже 45-й год и, соответственно, это не помогало. Вот. И подводя, наверное, некоторый итог нашему с вами сегодняшнему рассказу, можно сказать, вы видите, что причины наших поражений или поражений в обороне, окружении, неудач, наступлении были самые разные характери. Причем, как вы видите, я редко старался оперировать именно к технической стороне вопросов, преимуществам вооружения и так далее. Тут и причины психологического характера, и стратегического, и просчета, и отсутствия инициативы, и недостатки команды начального состава, и, соответственно, недостатки даже рядового состава. Разного рода эти недочеты в той или иной степени были преодолены или не были преодолены уже к 45-му году. Но так или иначе, советская армия в раса 41-го года, 43-го и даже 45-го, это все-таки уже разные армии, которые воюют действительно по-разному. В первую очередь, за счет накопления колоссального боевого опыта. Хотя потери наших поиск были высоки, но все равно количество людей, которые оставалось в живых, которые потом имели возможность реализовать полученный опыт на практике, вернувшись на фрон, тоже был достаточно значительный. Вот, наверное, сейчас тогда все. Есть у вас ко мне какие вопросы? Потому что, ну, давайте, чтобы это не было монологом. Хорошо. Так, все-таки, какова роль ленд-лизов? Кто-то из исследователей считает, что очень высокая... Ну, в данном случае можно считать просто общую процентовку. То есть, если посчитать процент, сколько в советской промышленности произвела танк, сколько нам привезли по ленд-лизу, или там самолеты привезли и произвели, то картина получается не в пользу ленд-лиза. То есть, там во всех случаях идет речь о каких-то 5-7 процентов. То есть, вроде бы казалось бы, что да, это незначительная помощь. Но, напоминаю, что у нас ситуация зимы 41-42 года и начала 42-го года, когда советская промышленность значительно стихни еще только переезжала и переводилась на немецкие, на военные рельсы, все это приводило к тому, что поставки по ленд-лизу в тот момент имели весьма и весьма серьезное значение. То есть, объем тех же самых танков, с одной стороны, выпускаемых советскими заводами в тот конкретный момент, и поступавших по ленд-лизу из Великобритании, а потом из США, были, если не сопоставимыми величинами, то достаточно близкими. У нас, к примеру, далеко ходить за примерами не надо. Вот. Город Борький. Здесь располагался вплоть до середины 43-го года Борьковский учебный автобронетанковый центр. Главный центр подготовки советских танкистов на английско-американские машины. И в перечне танковых бригад, которые выходили из... А у нас надо помнить еще два танковых завода. Это 112-й Сурова, который делает три четверки, и ГАЗ, который выпускал сначала Т-60 легкий, потом Т-70 легкий. Так вот, в 42-м году в перечне танковых бригад, чем они снабжаются, что они получают на вооружение, почти половина танковых бригад, выходивших из Горького, имела половину примерно советское вооружение, то есть, уходил на фронт на 34-х и 70-х. А половина почти имела ленд-лизовские машины, либо, как называли М3Л и М3С, то есть, это в данном случае американские легкие стюарты или средний генерал Ли, либо британские, как их... Валентин, ну, искаженная британская Валентайна, и, соответственно, или МК-3 средний, то есть, это более тяжелый мотив. То есть, в критические моменты противостояния роль ленд-лизы была более серьезной, нежели, чем, разумеется, к концу войны, когда советская промышленность практически целиком полностью обеспечивала красную норму и все необходимые. То есть, по-разному можно относиться, но в критический момент противостояния советского-германского фронта эта помыль была весьма и весьма существенной. Можно дополнение? Какая вот именно тогда уж психологическая роль ленд-лизы как воспринимался? Воспринимался в большей части иронично, потому что там квинтэссенция это восприятие не поставок по вооружению, там главное в словосочетаниях второй фронт. Недаврем же в воспоминаниях наших ветеранов они иронично называют американскую тушевку вторым фронтом, английскую, американскую обувь солдатские ботинки тоже называют вторым фронтом, то есть это как бы замена жаргонная на Черчилле планов и никаких рузвельтатов. То есть самой главной поддержки, безусловно, я так знаю, что это очень педалировал советский пропаган, воспринималось открытие именно второго фронта, то есть высадка войск наших союзников в Европе для того, чтобы оттянуть часть немецких войск от советского демонстового участка. Поэтому, кстати, и был тот знаменитый трагический десант на Дьепп в конце лета 1942 года, когда британский премьер Черчилль отправил в рейд на французский порт Дьепп канадскую дивизию в сопровождении танков Черчилль. То есть их высадили с кораблей, но немцы были готовы, потому что их разведка вычислила в данном мероприятии. Фактически канадцы сражались храбро, но фактически они были принесены на убой. Это была демонстрация того, что в данный момент Великобритания не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы организовать полноценную выскуривку. То есть на мой взгляд, конечно, восприятие психологическое ленд-лиза было завязано в первую очередь на фактор второго фронта. То есть ждали именно этого. Да, опять же помощь в виде консервов, ботинок и всяких полезных вещей воспринималось как нечто, наверное, само собой разумеющееся. Потому что мы здесь кровь проливаем, пусть хоть так помогает, пока второй фронт не открыли. Иногда, кстати, замечаешь любопытные абсолютно вещи в том же самом документ Кольковского учебно-автобронетанкового центра, там, когда прибывает из Архангельска и из Горомска эшелон с шерманами, там один из первых списков идет указание, что с танков украдено по дороге. Как правило, сперт весь брезент, то есть какие-то фары еще, то есть все, что не прибито или не проколочено, все по дороге уходило налево. Часто не доходили замечательные американские или английские кожаные регланы специально для танкистов, шлемы, пистолеты, пулеметы Томпсон. Есть, существуют легенды, согласно которым английские и американские работяги закладывали в стволы танковых пункт по бутылке истаря, в подарок доблестным советским войскам, потому что как раз культ советского солдата тогда за рубежом в англоязычных странах был очень высок. Есть специальная подборка по-моему журнала Time, то есть изображается солдат союзников, там есть изображение советского солдата, это твой союзник, это самое he fights for freedom, он сражается за свободу. Тоже психологически своеобразный момент. И советские танкисты, получавшие английские машины, они очень аккуратно раскупоривали пушку, потому что уже после первых опытов знали, что там может находиться нечто ценное. А там как раз видимо калибр некоторых гупилл очень хорошо подходил под 3-9-ю. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Еще? Да, пошел. У меня такой вопрос есть, лишь ли сейчас отвечаю в литературе мнение, что на самом деле войну ждали, но ждали Сталина и его к Жене в 1942 году, потому что постоянно шла дезинформация из разведки. И поэтому как раз в 41-м году наше тяжелое поражение связано с тем, что на самом деле мы готовились к 42-му году, когда в 42-м году уже подоспела эта подготовка и командного состава, и технического оснащения, мы уже начали более-менее обмазать к одежде каких-то побед. Да, согласен. В данном случае такая точка зрения присутствует. Кстати, опять-таки, не обязательно на уровне высшего руководства Советского Союза, даже в воспоминаниях рядовых граждан СССР присутствует иногда этот момент, что мы ждали войну в 42-м году. Объяснить, почему именно 42-й год, кстати, ни в одном месте такого объяснения логического найти не удалось. Почему именно 42-й год? То есть, вообще, советский-германский пакт был подписан гораздо дольше срок. Может быть, это была просто психологически комфортная дата. То есть, считалось, что у нас же после окончания Советско-финского войны начинается реформа вооруженных сил, и считалось, что к 42-му году мы окончательно закончим реформу, будем к войне готовы на все 100. Может быть, исходя из этого, ну просто мне хочется, чтобы война началась не раньше 42-го года, и поэтому я бессознательно в эту дату верю. Это, наверное, единственное более-менее логическое объяснение, которое можно дать. Никаких объективных предпосылов для того, чтобы война началась именно не позже, не раньше, а в 42-м году нет. Ну да, конечно, ожидания, как вы понимаете, оказались нарушенными, и поэтому люди многие впадали в растерянность, в пространство. Мы называем, может быть, психологических причин поражения в первом-втором году. Как с этим соотносится масштаб, или, может быть, он не очень масштабный был, партизанское движение в этих годах? Вы знаете, масштаб партизанского движения 41-42-го года достаточно невелик. Есть специальные исследования, которые показывают, что у нас размах партизанского движения в том виде, в котором мы его привыкли представлять, достигается только в 43-м году, причем к лету. Причем многие партизанские отряды действовали как? То есть, действительно, у нас самая известная рельсовая война, то есть подрыв рельсов. Многие партизанские отряды, они, так скажем, жили по принципу, ну, не сильно вредить для того, чтобы не привлекать слишком серьезного внимания. Они периодически подрывали какие-то малолюдные участки железнодорожных путей, по которым президент практически не курсировали. Но, тем самым, наверх отчитывали, что да, мы тут подорвали очередной путь, все, немцам у нас ничего хорошего не следит и так далее. Так или иначе, в основном 41-й год, все более винные доли всех партизанских соединений, которые оказались в Абражском клубе, это либо оказавшиеся в окружении части Красной Армии, которые предпочли вместо прорыва к своим организацию партизанской борьбы на своей территории. Тем паче, что вот еще в своей речи 3 июля, дай его памяти, 41-го года, Сталин уже призывает к этому. Все, кто оказался в Абражском клубе, призводите к партизанским методом борьбы. Есть, опять-таки, держал в руках воспоминания отчерканную записку майора Уланова, который как раз в учебном автопрометантном центре служил. Он попал в окружение в июне 41-го года, вышел к своему декабре. Так вот, в июле месяце, еще в районе Минска, он получил возможность от местного председателя колхоза, уже на оккупированной территории, который тот тайком слушал радио, и он знал об этом приказе Сталин, поэтому он вместе с группой других командиров, которые были вместе, принял решение как раз открыть партизанские действия. Правда, там же он дальше пишет, что ничего из этого не получилось, потому что поднять местное население тогда, в июле 41-го года, под местную партизанскую борьбу, оказалось невозможно. Они формально вроде соглашались на то, что надо партизанить, но предпочитали ночевать по домам, ничего особенного не делать, и поэтому все попытки совершить нечто серьезное, какой-то большой акт, они не заканчивались ничем. В конце концов, их кто-то выдал. В результате, если эти кадровые командиры вовремя снились и ушли, то всех, кто был записан в этот псевдо-партизанский отряд в окрестностях из местных жителей, их просто поймали и повесили. На этом партизанщина в этом регионе закончилась. То есть пик партизанского движения приходится уже на вторую половину войны, когда была окончательно создана, отработана схема помощи и снабжения партизанских отрядов, когда был создан центральный штаб партизанского движения, когда в конце концов местное население довели до немца своими акциями, довели до ручки. И это действительно у многих появилось личное мотивы для того, чтобы противопустить. А 41-й год, я повторяю, либо это окруженная часть Красной Армии, перешедшая к партизанской деятельности, либо это специальные диверсионные группы, заброшенные в пил врага и оставленные там намеренно для ведения диверсионных действий. Народная поддержка массовая, она пришла нескольких поздних. Да, прошу еще. А можете описать роль германской разведки в поражении первых периодов войны? Может были резиденты какие-то? Знаете, прямо, насколько мне известно, надо приписать всю докладку, резидентов германской разведки в верхах Советского Союза уровня Штирлица их не было. Иначе бы немцы, кстати, они бы сумели, у них действительно некоторый был шок, когда они поняли, каков был на самом деле потенциал Красной Армии по количеству оставшихся на занятых немцах территориях, брошенных под вид танков новейших модификаций, авиаций и прочее, и прочее, и прочее. То есть военный, даже сам Гальдер в своем зленике пишет, что военный потенциал Советов нами раскрыт не был, что является из одной из серьезных ошибок, то есть серьезная недооценка противника в начальном периоде войны. Германская разведка скорее переигрывала разведку советскую, судя по разного рода оперативным сводкам, на уровне тактическом, то есть германские разведгруппы, которые действовали в ближнем тылу, ну самый памятный, это, конечно, знаменитый полк Бранденбург 800, то есть диверсионная группа, во многом состоящая из русскоязычных или русскоговорящих людей, зачастую использовавшая летом 1941 года советскую военную форму для наведения паники, соответственно, убийства командиров. нередко даже был банальный способ, то есть советская часть отступает, там стоит регулировщик, который показывает, типа, вы по этому дороге не езжайте, там ее уже немцы перехватили, езжайте по этому в обход. Часть едет в обход и попадает в засаду. То есть вот на этом уровне, то есть немцы, особенно в 1941 году, у нас, конечно, нас переигрывали здорово, а вот на уровне, то есть борьбы разведок и контрразведок тут вряд ли. У нас, кстати, часто вспоминают советского разведчика немецкого происхождения Рихарда Зорге, работника германского посольства в Токио. Ему зачастую приписывают гениальное предвидение и доклад Сталина о том, что война начнется с 22 июня 1941 года, а также тот фактор, что он подсказал, что японцы нападут на Америку, но не на Советский Союз, и поэтому дал возможность перебросить разгар код отступления под Москвой, советские части с Дальнего Востока, кадровые под Москву. Вы знаете, Зорге, конечно, очень ужасный человек, более того, за свою разведдеятельность он поплатился к голове, в 1944 году в Японии он был казнен, но судя по тем документам, которые он после себя оставил, он не разведчик, он не крался там по ночам, не вскрывал сейфы, не прыгал с пятого этажа и не занимался подобными вещами, он он аналитик. То есть человек, который умел очень хорошо слушать и очень хорошо на этом основании делать вывод. Мало ли того, как раз там кто-то из отношений германского посольства, тот проболтался, тут какой-то документ увидел, пусть сам по себе не особо много значений, но в общем контексте, дающий интересную картину и так далее. К тому же сохранились донесения Зорге, допустим, от начала 1941 года, где он говорит, что война Германии против Советского Союза начнется в середине весны. В марте он говорит уже о конце весны, начале лета. Только в самом конце мая, начале июня в его донесениях появляется дата 22-го числа. 22-го июня. Но представьте, то есть до этого он подает информацию, которая не срабатывает. То есть он говорит, что Германия пойдет в середине весны, не нападает. В конце весны не нападает. Соответственно, к его донесениям в дальнейшем уже был очень серьезный скепсис, что вполне логично. Но в данном случае он уже оказался прав. Так что борьба разведок и кто кого переиграл, это, вы знаете, отдельная тема. Причем сейчас очень сложно в этой теме ориентироваться, потому что у нас разведку любят, как выясняются, очень многие. Поэтому разного рода книг, в том числе и у Мишлака, по поводу разведных операций советских и германских спецслужб написано гигантское количество. Из них вычленить достойные и действительно основанные на серьезном историческом материале экземпляры бывает довольно сложно. Специфический вопрос. Да? Еще раз я хочу возвращаться к проблеме психологического этого страха перед немцами. В этот период, в 1941-1942 году, как и ваш комментарий, было ли в советской печати, в СМИ военных листах целенаправленное масштабное создание образов героев, вроде тех, которые сейчас известны, как Зоя Костякина или Матросов, или это уже более позднее? Нет. В 1941 году эта тенденция уже имеет место быть. То есть, понимаете, во многих случаях героизм это прямое следствие недостатка профессионализма. То есть, когда человек вынужден жертвовать собой, ну тот же самый Матросов. Да, он действительно совершил подвиг, он бросился на образовую. Правда, он был далеко не первый, кто совершил подобный подвиг. Первый подобный эпизод описан уже в августе 1941 года. Просто так получилось, что Матросов оказался вот такой главной культовой фигурой вот в огромной череде десятков людей, которые вот повторили нечто подобное. Кстати, несколько из них даже остались живы. Но, если бы, допустим, та стрелковая рота, в составе которой наступал Александр Матросов, допустим, имел бы поддержку, я не знаю, артиллерии полевой, которая могла бы прямой наводкой задавить этот самый пулемет, его бы героический поступок оказался просто-напросто не нужен. И он бы продолжал себе воевать, и я думаю, он был бы достойный воин, и, соответственно, может быть, много еще чего бы полезного бы совершал. В данном случае это была вынужденная мера, когда другими способами этот немецкий пулемет подавлять не удалось. Но культ героев, он появляется уже в 1941 году, например, достаточно быстро стал вести на персона нашего земляка Евгения Никонова. Матроса из состава Балтфлота, который был захвачен в плен немцами, подвергнутыми чудовищным пыткам, и, в конце концов, сожжен заживо, но не выдавший врагу соответственно той информации, которую он располагал. То есть эта фигура уже в тот момент позиционировалась. Другое дело, что со временем, когда уже появились 28 Парфилотов, Зоя Космодемьянская и так далее, она широко не стала известна. Вообще, если смотреть советские армейские дивизионные газеты, то есть практически в каждом номере там есть какой-то геройский пример. Иногда, посмертно, что называется, то есть человек погиб, но погиб геройски, там уничтожил много врагов, правил солдат, противника, или наоборот, то есть подвиг совершил, но остался жив, все равно там, как правило, лейтмотив один. То есть товарищи все как один, будем следовать примеру вот этого самого человека. То есть культ геройских поступков, он с самого начала войны существует. Другое дело, что сейчас в массовом сознании у нас осталось ограниченное количество персонажей, наиболее культовых, так скажем. На самом деле, на разных уровнях, от уровня, опять-таки, дивизионных газет до масштаба всей страны, разные персонажи тиражировались, пропагандировались и так далее. То есть культ героев он был. Можно такой вопрос по, наверное, антигероев. Вы могли бы рассказать о наличии, существовании, о деятельности, так называемой русской эмиграции, которая была за столом. Вы знаете, русская эмиграция была абсолютно разная. Вот. Дело в том... Именно за ту, которая была за сторону Германии на тот момент. И всяким способом приветствовала нападение на Советский Союз. То есть именно об этом надо что-то рассказать? Ну да, да. Ненавистники коммунистов. Ну были такие, потому что в конечном итоге активно поддержали Германию в ее борьбе с Советским Союзом были такие видны деятели Белого движения еще со современной гражданской войны, как генерал Краснов и Шкуров. То есть они прямо поддержали Германию, да, потому что для них борьба с большевизмом это была Альфа и Омега. Ну, впоследствии за что они, кстати, поплатились, потому что в 45-м году они попадают в плен. Я не помню, только сразу они попали в плен к советским войскам или были переданы нам английской американской страны. Так или иначе, они проходили, кстати, их судили, по-моему, и содержали совместно с генералами из обоймы Власова. То есть с одной стороны были белые генералы, которые открыто поддерживали нацизм, с другой стороны были советские генералы, перешедшие на сторону нацистов. Как вспоминает, кстати, очевидец, отношение, так лишь самых конвойных к этим персонажам было абсолютно разным. Если по отношению к Власову и ему подобных, то есть те, кто был все-таки советскими офицерами, а потом пришел на сторону врага, оно было ненавистно-презрительным, то есть им только в лицо не плевали, в открытую, то Краснову, Шкуро и тем, кто еще рядом с ними был, оно было подчеркнуто холодно-уважительным. То есть оно было нейтральным, но никто никогда не позволял в отношении этих людей какие-либо вольности, то есть выкрики ненависти и так далее. То есть абсолютно корректное, хотя и, понятное дело, холодное льда. Надо сказать, что меньшая часть белой миграции поддержала Германию в ее борьбе против Советского Союза, потому что все-таки для многих Советский Союз оставался Россией. И в записи, кстати, российской белой миграции в 30-е годы уже можно встретить такие пассажи, как, что пройдет время, советская власть как-то уйдет в прошлое и мы, некогда Красная и Белая армия, сольемся в единую русскую армию. То есть воспринималось, что, возможно, и такой исход событий. То есть что, когда Советский Союз перестанет быть настолько советским, мы вернемся и вместе с бывшими нашими врагами будем строить новое обновленное государство. Одна из наиболее знаковых фигур белой эмиграции, извините, Антон Иванович Деникин, всячески приветствовал Советский Союз. Он праздновал победу под Сталинградом. То есть и на все просьбы немецкого командования фигур был, видимо, для белой эмиграции культовая. О сотрудничестве он отвечал категорическим отказом. Может быть, именно поэтому, кстати, его несколько лет назад тело-то и перевезли из Франции в Москву для почетного захоронения. То есть, да, были люди, представители белой эмиграции, которые напрямую сражались в рядах вермахта или других частей против Советского Союза. Такие встречаются упоминания, но, правда, сложно сказать, сказать, когда указывается, что там разбито, есть прямые пассажи из наших дивизионных документов, разбита белогвардейская часть. Что в данном случае имелось в виду? Эти самые хиви, то есть добровольные помощники, бывшие полицаи из числа местного селения или бывшего военнопленных окруженцев Красной Армии или действительно какие-то представители белого движения, которые в рядах вермахта приехали сюда, сложно сказать. Какая-то часть их была, но, судя по всему, их количество было весьма и весьма незначительным. На весь советско-германский фонд вряд ли больше нескольких тысяч человек. Ну, кстати, тема для отдельного исследования. Хотя, знаете, почитайте семиряды коллаборационизма. Такой фундаментальный труд по данному вопросу. Второй вопрос. Скажем, в 1944-й год операции против Битера, в частности Министерства офицерства. Интересны ли какие-либо случаи Красной Армии открытого саботажа офицеров высшего командования на высшего против СССР, против Красной Армии, против личной Сталина? Ну, я понял. То есть, вообще, антисоветские выступления, ну, как правило, они проявлялись в переходе на сторону противника. Такие упоминания в документах есть. То есть, это и характерно и для рядового состава, и для младшего комнач-состава. Я, честно говоря, не припомню ни одного случая, что у нас имел место быть бунт на линии фронта, то есть, призывом, я не знаю, сдаться немцам или что-то. Как правило, это было пассивное сопротивление именно в виде перехода на сторону противника. А вот таких открытых выступлений вооруженных, не знаю, советская власть была достаточно жесткой, чтобы было прекрасно понятно, что связываться с ней не стоит в этом отношении, что любое подобное выступление будет неизмедлительно подавлено любой ценой вплоть до физического уничтожения всех восставших. То есть, вот открытых выступлений, мне послушать неизвестно, несмотря на то, что за последние два десятка лет рассекричено очень большое количество документов. В основном были пассивные сопротивления и переход на сторону врата. Еще? А вот были высшим командным руководством Вермахта или в парт-аппарате германском люди, которые открыто выступали, могли бы выступить или выступали против нападения на Советский Союз? Если такие были, как правило, часть старого, более консервативного германского генералитета была устранена от власти еще в середине 30-х годов. Да и надо сказать, что ни одного открытого выступления, так скажем, чтобы кто-то открыто протестовал, типа, мы полезем в Советский Союз себе на гибель, не было. Ну, поймите, состояние лет 41-го года, действительно, Советский Союз, хотя и большая загадка, но вот так хреново провел бою с Финляндией, что не представляется прям каким-то грандиозным противником. Вы знаете, есть книжка, которая... Господи, автор-то кто? Автор немец, кстати. Она издана на русском языке, не так давно называется «Березовые кресты вместо железных». Там как раз дается оценочное на основе большого количества выдержек из дневников, воспоминаний, другого нарратива немецких военнослужащих с начала 41-го года, с канун Великой Отечественной войны, вплоть до зимы 41-42-х годов. Там, в принципе, людей, которые бы прямо вот отриц... полагали нападение на Советский Союз не в катастрофы, там, честно говоря, не обнаружено. Там нет таких высказок. Даже вот когда в 44-м году был знаменитый закон полковника Шлауфенберга, вот когда была попытка ликвидировать фюрера в волчьем логове, то есть когда вот эта самая операция Валькирия, прошу обратить ваше внимание, в какой-то степени подавление мятежа полковника Шлауфенберга было нам на руку. Потому что Шлауфенберг и его союзники, и те, кто был с ним, они отнюдь не стремились после этого подписать в Межсоветском Союзу. Вот. С их точки зрения, необходимо было срочно подписывать мир с Англией, с Америкой, то есть с западными союзниками, но война на Восточном фронте должна была быть продолжена. То есть в случае успешного, ну что маловероятный исход подобного заговора, мы бы, так скажем, война для нас бы не закончилась. Конечно, по результатам Касабланских соглашений, в первую очередь, Англия и Америка не имели права выйти из войны и заключить с немцами сепаратный мир для того, чтобы поставить нас на длине с немцами и их союзниками. И таких планов они, по крайней мере, в тот момент не верили. Но ситуация в целом могла бы для нас улучшиться, потому что могли немцы обрушить уже тогда свой западный фронт, только что открытый, то есть специально открыть дорогу одному американским войскам и перебросить все возможные резервы на Восточный фронт против Советского Союза. А дальше мы бы оказались не в том положении, чтобы диктовать свой мир. То есть война бы для нас закончилась не в Берлине, а существенно восточной. То есть все, Берли достался бы союзникам, и уже с тех позиций они бы нам могли диктовать свои условия мира и того, что достанет Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Да? Не знаю, может быть, нет таких данных, но образ врага для советского солдата, если человек в первую очередь немцы, я просто имею в виду, боевая же на стороне Елены, Думы и так далее, как вы к ним были отношены? Нет, самый главный враг это безусловно немец, то есть абстрактный немец, любой немец, фашист, причем как вы знаете тут ошибка в терминологии, потому что фашистской партии Германии не было, была партия национал-социалистов. Но нацистами их практически не называли, то есть это слово фашист, оно закрепилось и привязалось абсолютно четко именно к немцам. Отношение к союзникам, судя по разным документам, скорее всего, было более лохотеяемо, хотя кроме одних, финны, финнов рисуют, как правило, более жестокими, нежели чем даже немцы. В нескольких местах встречалось упоминание об отдельных финских подразделениях, мелких, как правило, уровня рота и батальоны, которые там появляются, в основном прославляются своей жестокостью, то есть реже нападают на госпиталя, режут раненых вместе с врачами и так далее. Образ финны был более даже в какой-то степени негативным, нежели чем образ немца. Образы румынов, итальянцев, они были достаточно мягкими. Они во-первых и воевали с самого начала, во-вторых, действительно они не успели прославиться массовыми жестокостями на Восточном фронте. В большей степени итальянцы, кстати, сами за это поплатились, потому что когда в Италии в 43-м году происходит переворот, который свергает Муссолини, Италия выходит из войны и переходит на сторону союзников, несколько тысяч итальянских солдат, еще в тот момент находившихся на Восточном фронте, были немцами собраны и расстреляны. Это для них тоже национальная трагедия своего рода. Венгры занимали какую-то промежуточную категорию, потому что опять-таки случаи проявления жестокости по отношению к мирному населению у венгров были. Это особенно касается района Воронежа, там, где воевала вторая венгерская армия. То есть, конечно, образ врага – это в первый образ очередь немцев. Вспомните то, что это нашло отражение в литературе. Знаменитый призыв Ильеринбурга «Убей немца» и знаменитое стихотворение Константина Инсимонова с аналогичным названием «Убей немца». То есть, так скажем, не было лозунгов «Убей финна», «Убей венгра», «Убей румына». Все. Немец, он действительно как бы собрал в себе весь негатив, который только мог себе представлять. Ну, потому что, действительно, львиную долю зла, которая пришла на территорию Советского Союза, несли именно они. Сейчас, конечно, да, есть разные точки зрения. Там были и добрые немцы, были и те, которые вроде как и помогали, и что-то местным жителям, и прихармали, и детишкам констанции давали. Но, знаете, на общем фоне эти данные теряются. Есть, кстати, опять-таки очень хорошая книга британская. Я не знаю, она переведена сейчас на русский язык. Это... Сейчас название не вспомню, но общий мотив такой. Это скрыт в 45-м, 46-м, 47-м году в лагерях немецких военнопленных на территории Великобритании были установлены послушивающие устройства. То есть, они фиксировали разговоры немецких военнопленных в тот момент, когда те считали, что их никто не слышит. И там как раз было, сами понимаете, намного более откровенности, нежели чем в протокольных допросах, то есть, где вы были во время войны, что вы чем занимались, не замешаны ли вы в военных преступлениях. Вот. И там как раз видно не только то, что значительная часть солдат вермахта отнюдь не являлась белыми и пушистыми, что они преспокойно участвовали в разного рода в спецоперациях, то есть, по уничтожению местного населения, по депортации местного населения, по уничтожению пленных и так далее. Самое главное, что подавляющее большинство не испытывало по этому поводу, находясь в британском плене, никакого сожаления. Что было, то было. И никаких угрызений совести, то есть, изменения, так скажем, ментального слома после поражения Германии не произошло. Вот такие, примерно, дела. Да. А как ваш дедушка все-таки вышел из котла? А он не вышел из котла, а он три года в плену провел. У него четыре побега, только четвертая удачная. Да. Ваше отношение к современному, от последних лет, к российскому кинематографу, посвященному? К советскому, к российскому кинематографу, знаете, отношение, конечно, двойственное, очень сложное. Потому что значительная часть фильмов, которая вышла за последние 15-20 лет, посвященная Великой Отечественной войне, такое ощущение, что там военно-историческими консультантами просто пренебрегали. Экономили на этой статье, в результате получалась иногда такая развесистая клюха. Самый конкретный пример – это сериал «Штрафбаб». Это же ад кромешный. Сколько там намешано. В первую, там в самом названии ошибка. Потому что речь идет о войском подразделении, которое состоит из бывших, равно, рядовых и сержантов, между тем, как такие люди направлялись конкретно в штрафные роты. А в штрафбаб – это исключительно офицерская забава. Туда направляли как раз разжалованный «Комна Часа». Ну и так далее по тексту. Там можно прям по минутным фильмам разбирать и находить там ляпсусы. Из последних творений отечественного кинематографа представляется очень неплохим вариантом «Брестской крепости». Не скажу прямо опять-таки. Там есть ляпы, которые чисто технические, чисто исторические, но, собственно говоря, главная идея заложена в фильме. Она действительно очень ярко выражена, она очень правильная. Ну и сам фильм снят очень добротно. Как говорится, дай Бог так и впредь. Тем паче, что у нас сейчас синий год, семидесятилетие победы, и на экраны готовится выйти минимум шесть или семь фильмов, посвященных тематике Великой Отечественной войны. 2 апреля стартует где-то за Севастополь. Вот, тогда же в скором периоде выходит вторая ремейк этого «Азори здесь тихие». Потом, ну я точно этого не помню, осенью готовится к выходу первый отечественный фильм, созданный по принципу краунфайнинга, это «28 подфиловцев», то есть на который не было государственного финансирования, который снят на пожертвования, которые собирались через интернет. И еще целый ряд картин, ну просто меньше оставшихся, закрепились у меня на слуху. Не могу, кстати, сказать, что я прямо в восторге от советского кинематографа. Потому что там тоже были свои штампы, там тоже были свои ляпы, но там просто работала идеология. Вот, например, ну Озеровский, знаменитый эпический набор его картин, то есть освобождение и так далее, я к нему достаточно равнодушен, потому что там тоже штамп большое количество. Вы знаете, вот есть один малоизвестный абсолютно фильм, который вот, наверное, вообще, ну, с трудом на торрентах находишь, но, на мой взгляд, он отражает войну прям вот такой, какой она есть. Называется он «Сто солдат и две девушки». Снят в Советском Союзе еще году в 89-м, то есть как раз на перелом и перестройке, накануне развала, поэтому прошел абсолютно незамеченным. Поэтому, действительно, широкоизвестности не получил, и копии даже, которые через торрент трекера скачиваются, они плохого качества. Но посмотрите. Ситуация банальная до безобразия. Там стрелковый рот, у нее задача взять два дзота и деревню. Вот они весь фильм, эти два дзота и деревню берут. Исходя из того, что доводилось видеть в военных документах, обстановка и ситуация как раз, например, лета 42-го года и как раз район, например, Ржевого восстановлено очень хорошо. Ни одного известного актера, который впоследствии простался и так далее. Но фильм прямо про войну, про войну, называется. «Идеи с моревой» страшный фильм вообще. Ужас. Правдивый, конечно, но, так скажем, категория 18+, сразу. Знаете, что самое потрясающее? Что это режиссер, который снял абсолютно угарную комедию «Добро пожаловать или посторонним после спрещённых» Терен Климов. Что там, что там. Действительно, если человек талантлив, он талантлив во всём. В комедии, в драме. Да, иди смотри страшный фильм, но, сами понимаете, он про партизан, но не совсем про фронт. Он, так скажем... Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, большое спасибо за внимание. Можно быть свободны. АПЛОДИСМЕНТЫ